Дмитрий Петров Я бы не называл это лекцией, это скорее такая встреча, местами беседа, местами монолог, чуть-чуть переходящий в исповедь, поскольку это все-таки некое осознание личного опыта. И сегодняшняя лекция это такой ремейк из двух лекций, которые я прочитал в рамках открытого университета в городе, в двух книжных магазинах, но в отличие от города, арт-паб и академгородок мне ближе просто в силу моей биографии. Я родился в академгородке, много лет здесь прожил, и вот только последние несколько лет живу в городе, о чем, конечно, как каждого академовца, вынужденного эмигрировать, неважно, в Новосибирск или в Нью-Йорк, его всегда где-то в глубине души тамид вот это чувство тоски по малой родине. Да, мы все до сих пор говорим, что надо завтра в город ехать, да, хотя как будто бы мы не часть города Новосибирска. Вот. Поэтому, как я говорю, слайды будут старые, это для пары людей, которые уже были на моих лекциях, но содержание будет новым, поскольку первые вот эти две лекции, они прошли примерно где-то месяц, может быть, с небольшим, после того, как я после трехлетнего пребывания в следственном изоляторе города Новосибирска оказался на свободе. Сейчас уже прошло немножко больше времени, и, конечно, вот тот накал переживаний, который был на тот момент, он ушел с одной стороны, но с другой стороны появились новые мысли, новые какие-то рефлексии, которыми я сегодня и постараюсь поделиться, потому что, собственно, те инсайды, которые были, они никуда не ушли, просто их глубина, их объемность, может быть, какая-то многогранность, она немножко увеличилась. Вот. Ну, несколько слов о себе, поскольку я не считаю себя там какой-то фигурой, биографией, которую все знают. Я, как я сказал, я вот всю жизнь прожил в Новосибирске, в разных его частях, но в основном это был Академгородок. По образованию, у меня гуманитарное образование, психология и филология, и практически всю свою сознательную жизнь я проработал в сфере коммуникации. Вначале это были телевизионные проекты, потом в 2001 году я с моим партнером организовал маркетинговое агентство, которое называлось П-52, и мы проработали 13 лет до 2014 года, где, собственно, моя судьба дала вот такой резкий поворот, и я оказался в тюрьме. Ну, собственно, в тюрьме я оказался по поводу одного из проектов, который мы реализовывали. Это такой небезызвестный форум Интера, если помните, было такое мероприятие. Вот, меня и еще нескольких человек, ну, точнее, еще двоих, потом один человек был выведен, обвинили в хищениях, которые якобы произошли при организации этого форума. И вот мне единственное, мы избрали меру посечения в виде заключения под стражу, и я провел в следственном изоляторе почти три года, если быть точным, два года и девять месяцев. Значит, в день, когда приговор вступил в законную силу, это была апелляционная инстанция, первая инстанция мне дала 4 года реального срока, я подал апелляцию, и апелляционная инстанция перебила, можно так сказать, этот срок на условный. То есть, в день, когда приговор вступил в силу, я вышел на свободу. То есть, можем сказать, что все эти два, почти три года я провел, собственно, на мере пресечения, да, то есть, вот так, если, так, де юра рассматривает. Вот, ну, если кому-то будет интересно, потом в конце можно, там, задать вопросы по поводу дела Интера, у меня не задача сегодня рассказывать про это дело, вот, ну, еще, может быть, добавили, что, в общем, я последовательно отстаивал свою позицию, что к тому, в чем меня обвиняли, я непричастен, и физически это просто доказывается в моем алиби, поскольку время преступления, обозначенное в моем обвинительном заключении, совпадает с временем моего отсутствия, вообще говоря, в стране, да, то есть, я был в Португалии на тот период, хотя там в обвинении написано, что я якобы получил наличные деньги. Каким способом это произошло, следствие, не следствие, не обвинение, потом так и не ответил. Но это не смущает наш суд, он все равно, естественно, говорит, что если уж ты, тебе предъявили обвинение, ты виновен. Ну, это такая, такая реалия, тоже потом, если хотите, можем об этом поговорить. Вот, ну, вы знаете, я вот сейчас довольно много встречаюсь с людьми, которые побывали там с разными сроками, с разными судьбами, с разными историями. Большая часть из них не любит говорить публично о том, что с ними произошло и что происходило там. То есть, это, знаете, синдром такой фронтовиков, когда, вот, настоящие фронтовики, они практически не говорили о войне, да, тот же Булата Куджава, допустим, он практически ничего не говорил. То есть, все, что мы знаем о войне Булата Куджавы, отражено вот в каких-то его лирических песнях, там скорее эмоции, настроение, да, но никогда практически фактического материала мы не знаем. И это довольно распространенное явление, поскольку это, безусловно, травмирующий опыт, который, ну, многие стараются просто вытеснить, куда-то спрятать в закоулке и к нему не возвращаться. Я, если честно, пошел по другому пути, причем принял это решение еще практически в первые дни моего нахождения в следственном изоляторе. И я вспомнил, как еще в институте нам рассказывали о таком методе научного исследования, который называется метод включенного наблюдателя. Это когда, допустим, социолог, ну, кто не знает, на всякий случай скажу, он, или там антрополог, он поселяется, допустим, вместе там с племенем или с жителями деревни и какое-то время проживает с ними в буквальном смысле этого слова. То есть он становится частью их, и это является его способом наблюдать, поскольку понятно, что когда приходит человек со стороны, ему далеко не все открывается. Погрузившись в эту среду, ты понимаешь, что там, в общем, многие вещи тебе открываются, ну, в какой-то более глубокой степени. Поэтому, ну, у меня выбора не было, я был с удовольствием, может, и сторонним наблюдателем там побыл. У меня выбора не было, поэтому меня включили в этот процесс, и я вынужден был использовать именно этот метод. Но вот этот способ отрефлексировать то, что происходит, это, с одной стороны, ну, мне действительно было интересно, потому что там очень много, как филологу, мне были там интересны, безусловно, жаргон, вот слово творчество тюремное, какие-то формы, ну, например, вот два замечательных выражения, въехать в пня и принести очка. Вот, если есть филологи, да, вы чувствуете словообразовательная форма, что очко и пень здесь становятся живым существом, поскольку правильно было бы сказать, там, въехать в пень, да, и принести там очко. А вот тут очка и в пня, вот, ну, сразу же такое одушевление. И там очень много таких нюансов, которые за счет вот такой живой языковой речи, а слова в тюрьме и вообще общение в тюрьме является, по сути дела, главным развлечением и главным способом существования, поскольку, в отличие от нашей вот сегодняшней реальности, где мы там добрую половину времени проводим вот в этих самых гаджетах, да, и в соцсетях, ну, неважно там в чем, но явно не в этой реальности, то там этого всего нету и, естественно, люди вынуждены общаться между собой. И там искусство говорить, оно, с одной стороны, является, как я уже сказал, развлечением, но часто это вопрос и выживания, потому что за любое неправильно сказанное слово или за слово, которое ты не сможешь ответить, ты можешь пострадать в некоторых случаях даже, в общем, вплоть до смертельного исхода, это не преувеличение. Вот, и с другой стороны, вот если возвращаться к методу включенного наблюдателя, мне было интересно психология, то есть, что происходит с людьми. Знаете, я в один из первых дней вспомнил, как мы с женой еще буквально, ну, это был, конечно, не медовый месяц, но это вот самое-самое начало, как в анекдоте, почка только открылась, и вот первый слой идет медовый, потом уже все остальное. Так вот, у нас еще был тот самый медовый слой, и мы выехали, по-моему, в Стамбул, и провели там, в общем, наверное, неделю. И вы знаете, это, наверное, была самая первая и, может быть, самая серьезная ссора, ну, не самая, врать не буду, но довольно серьезная ссора, потому что я вдруг понял, что находиться с одним даже любимым человеком в одном пространстве, ну, не в одном пространстве, но в разных пространствах мы двигались, но 24 часа в сутки, это очень тяжело. И вот где-то на третьей или на четвертой сутки у нас просто вот пошла такая очень мощная взаимная агрессия. Это, представьте, это любимый человек, это жена, это возможность там двигаться, да, по незнакомой стороне, по незнакомому городу. И представьте себе ситуацию, что вы оказываетесь в камере, где там, допустим, 6 или 12 человек, человек, который абсолютно вам не друзья, даже они не какие-то товарищи, это люди из другого круга, из совершенно других, там, социальных, других вкусов, взглядов, в общем, ну, это просто с другой планеты люди. И представляете, что у вас нету просто элементарной возможности выйти из помещения, да? Вот просто, да такая вот, когда вам говорят про групповую психотерапию, когда нет, вся работа происходит в круге, и начинаются интенсивные групповые психологические процессы. И, да, это мощный метод, да, все говорят, это нормально, но там все равно есть возможность выйти из круга. Здесь такой возможности нет физической. И вот эта ситуация, когда человек вынужден не просто мириться, но принимать людей, которые абсолютно ему не близки, это тоже очень интересный такой психологический феномен, если говорить о наблюдении глазами психолога. Что происходит с людьми? Как кто-то убегает, кто-то уходит в агрессию, кто-то, значит, пытается договориться, урегулировать ситуацию. Вот это тоже такой довольно интересный материал, который, ну, наверное, может быть, как-то руки дойдут, надо это осмыслить и, может быть, даже как-то описать. Вот. Поэтому вот тот материал, которым я хочу с вами сегодня поделиться, это такая рефлексия довольно непростого, но на самом деле очень интересного опыта для меня. Для вас не знаю, как потом скажете, интересно ли это или нет. А для чего это делается? Мне кажется, что многие вещи, которые, вот я назвал инсайтами, на самом деле, это просто некоторые мысли, которые в качестве озарения или размышления пришли, они применимы для нашей вот этой жизни, да, которая здесь за стеной. Почему я беру на себя смелость это утверждать? Потому что, ну, такая сбитая расхожая фраза, что школа, там, армия, тюрьма, это, на самом деле, модели, слепки сообщества, которое существует. На самом деле, несмотря на сбитность этой фразы, это не умаляет ее реалистичность, да, это действительно так. И, хотя, конечно, тюрьма – это особый мир, но этот мир повторяет те принципы и законы, по которым существует, на мой взгляд, наше сегодняшнее общество. Просто многие вещи там представлены в таком, знаете, рафинированном, более рельефном виде. И именно вот эта рафинированность позволяет какие-то законы существования и место человека в этом мире увидеть более четко. Ну, и на самом деле, понять просто какие-то простые вещи, что в жизни важно, что не важно. Об этом мы тоже позже поговорим. Вот, значит, что касается регламента. Поскольку организаторы вряд ли меня позовут второй раз, да, для продолжения лекции, я предлагаю следующим, чтобы не повторить ошибку, там, ну, ситуацию, точнее, ошибку, ситуацию городского семинара, городской лекции, я предлагаю сделать следующим образом. То есть, у меня здесь, по-моему, 12, да, 12 слайдов, 12 инсайтов. Я довольно в таком сжатом виде буду раскрывать каждый инсайт. И после него один-два вопроса и переходим дальше. Потому что на первой лекции я попал в эту ловушку. Я прекрасно знаю, что у нас город Новосибирск – это город разговорной культуры, поэтому стоит только вступить в диалог, тебя тут закрутит водоворот, и ты уже из него не выкрасываешься. Поэтому я вот сразу предлагаю нам договориться. То есть, один-два вопроса, а сэкономленное время, если оно у нас останется, там уже, пожалуйста, там, сколько мы успеем в конце, все вопросы. Да? Договорились? Идем дальше. Так. Свобода – это то, что у тебя внутри. Я привел эту цитату из Сергея Шнурова, из его старой песни, которая была посвящена Михаилу Ходорковскому. Ну, в общем, это не новый, конечно, тезис, поскольку, ну, это достаточно часто, да, то есть говорят категории, точнее, свобода – это категория внутренняя, а не внешняя. Часто проводят такое разграничение между понятиями свобода и воля. Вот. И действительно, слово «воля» – это, наверное, единственное в русском языке, которое имеет два, можно сказать, диаметрально противоположных значения, да, то есть воля как, значит, ну, значение свобода и воля – значение внутренней силы, да, сила воли, мы говорим. Вот. Не то, чтобы они противоположны, но они вот все-таки разнонаправленные, да, получаются. И, в общем-то, некоторые опытные сидельцы, они прямо строго следят за тем, что человек выходит не на свободу, и ждем мы не свободы, а мы ждем воли, как говорит он. Почему? Потому что свобода – это то, что у тебя нельзя забрать. Ощущение свободы, состояние свободы – это то, что находится у тебя внутри. В одном старом фильме, там так и сказано, что герой говорит, что вы можете управлять, ну, я не дословно говорю, можете управлять мной только до той поры, когда у меня вы что-то оставляете. Как только вы у меня забираете все, вы становитесь невластными дам. В общем, тюрьма в каком-то смысле – это та ситуация, когда у человека забирают почти все. Почти все. Иногда все. Вот. И в этом смысле, вот эти этапы и психологию попадания в тюрьму, первые дни, первые недели, очень хорошо описал Александр Савич Солженицын в своем «Архипелаге ГУЛАГ». То есть первая реакция, которая возникает практически у каждого – это «за что?», «почему я?». Вторая реакция, что это вот-вот должно кончиться. Я это наблюдал практически на каждом первом человеке. Вот, там, не знаю, деревенского пацана, которого закрыли там за украденную курицу, буквально в смысле слова, до бизнесменов, очень достаточно крупных людей, кандидатов на опыт и так далее. Законы психологии едины. То есть первое, что говорят, что что-то вдруг «за что?», а второе, говорят, ну вот сейчас пройдет буквально неделя, там должны разобраться, и все закончится. Ничего подобного, то есть проходила неделя, месяц, год, человек по-прежнему находился в СИЗО, но его отношение к происходящему, конечно, менялось. То есть вот этот процесс отрезвления, понимание, что это, в общем, не на несколько дней, не на неделю, это вот такая закономерность, я говорю, что это еще очень хорошо, в свое время писал Солженицын. Ну, который вот просто не могу сказать, не сказать точнее про него два слова. На самом деле, вот архипелаг ГУЛАГ «Своему стыду» я прочел только в тюрьме, и там это очень хорошо легло, поскольку, ну, собственно, он написывает то, что происходит. Так же, впрочем, как и несколько других авторов, например, Федор Михайлович Достоевский, читается в тюрьме совершенно по-другому, чем на войне. Вот. И вот можно по-разному к нему относиться, я имею до Солженицына, особенно там последний период его жизни у многих вызывает такое отторжение и раздражение. Но, тем не менее, тот гражданский подвиг, который он совершил, когда, по сути дела, в самый расцвет государства советского, он пишет вот этот свой труд, который, по большому счету, подрывает самые основы этого государства, ну, в хорошем смысле слова подрывает, поскольку он их обнажает, да, то есть вот из той советской мифологии, в которой многие находились, ее отчасти до сих пор находятся, то есть он открывает, как бы обнажает тот скелет, на котором, на самом деле, все вот это великолепие мифологическое изиждится. Вот. И в этом смысле, конечно, надо отдать ему должное, и то, что начал Солженицына, на мой взгляд, до сих пор, не закончено. Я вот буквально на днях вернулся из Москвы и был на таком семинаре в Сахаровском центре. Вот. Странное мероприятие, там собрались люди, практически идентичных взглядов, и друг другу начали говорить вещи, с которыми не все априори изначально согласны. Там не было элементарного зазора, хотя бы просто для диалога, потому что мы все совсем согласны. А говорили они, в общем, действительно правильные вещи о том, что те преступления, которые были совершены, там, ну, в первую очередь, конечно, речь шла о сталинском периоде, ну, там, и помимо него хватало всяких. То есть они, как минимум, должны быть озвучены, и им дана должна быть нормальная оценка, в том числе, и, может быть, в первую очередь, правовая. Этого не произошло. И пока это не произошло, мы постоянно будем об это спотыкаться. Вот. Ну, полезно, познавательно, но, как говорится, шоу не получилось. Ну, да и бог с ним. Это я все к тому, что, видимо, то, что сегодня происходит, не видимо, это так и есть, то, что сегодня происходит в системе ГУФСИНА, то есть то, что, как сейчас называется, ГУЛАК, это все тот же ГУЛАК, просто, ну, немножечко, так знаете, лайт-версия его пока еще. Хотя, ну, сейчас, знаете, какой любимый аргумент оппонентов, как они говорят, ну, сейчас же не расстреливают, в конце концов. Я говорю, да, не расстреливают, но практически каждую неделю в Новосибирском следственном изоляторе умирает человек. То есть норма, это где-то, там, ну, 3-4 трупа в месяц, это не то, чтобы это норма, это реальность, да? А если мы возьмем, например, лечебно-исправительную колонию номер 10, которая находится у нас на ГУСИНА в Роском шоссе, то там вот, мне не дадут мои коллеги по сидению соврать, то есть там уже 5-7 человек в день умирают, понимаете? То есть, ну, помножьте просто это на количество дней в году, и вы получите уже совсем другую цифру. То есть, да, не расстреливают, но не обязательно тратить патроны, понимаете, чтобы люди умирали. Это та статистика, которая, вот, она, это реальность, да? Это не... Ну, кто об этом знает? Кстати, ГУСИНА выделяются деньги на, как это сказать, ну, на пиар, если говорить просто. Но что мы видим от ГУСИНА? Ничего не видим. То есть никакой информации, никакой, ни статистики, да, вообще никакой информации не поступает. Вот, поэтому, вот, надо понимать, что все то, что мы сегодня имеем, это, ну, в некотором смысле, конечно, припудрено сегодняшними, там, требованиями, ну, или точнее, вот, чтобы выглядеть, потому что не совсем варварской страной, но, по сути дела, все то, что находится за стеной, это такое абсолютно лютое средневековье. Условия, в которых люди, в общем, существовать в 21 веке не должны, ну, и, наверное, не могут. Но вот это происходит. Да, ну, детали, как говорится, позже. Но вот во всем этом ужасе, без преувеличения, если говорить, ты начинаешь понимать и ощущать, что вот есть что-то в тебе очень такое важное, что тебя не могут забрать. вот это то, что называется словом свобода. То есть тебя можно там, я не знаю, скрутить, посадить в каменный мешок, тебя даже можно, в принципе, там, избивать и так далее. Но вот эти вещи, вот эту вещь у тебя забрать нельзя. И вот вопрос, есть у тебя эта свобода или нет? Потому что свобода часто теряется не когда тебя сажают в тюрьму, а когда ты находишься здесь, да, вот по этой стороне стены. Это то, что... То есть мы ее, как бы, сами себя лишаем этой свободы, включая там какую-то самоцензуру, действуя в соответствии с какими-то правилами и запретами, которые нам индуцированы извне, там, неважно, это родители, корпоративная культура или там какие-то наши представления. Это не путать с нравственными какими-то запретами и ценностями. Речь, конечно, не об этом. Речь идет о навязанных стереотипах, которые лишают нас вот этой самой свободы. Но, чтобы было понятно, просто приведу простой пример. Я сижу в камере и, значит, наблюдаю, как молодые пацаны, все из них проходят по делу о торговле наркотиками, а это значит, что сроки у них будут не меньше 10 лет, а, скорее всего, это будет 12-15 лет, значит, сидят с увлечением, рассматривают какой-то автомобильный журнал, значит, обсуждая при этом достаточно, скажем так, подробное, квалифицированное там достоинство там той или иной модели, там, какие-то типы двигателя, там, и так далее, и так далее. Вот. И видно, что они восхищаются этим, да? То есть, вот они вот живут в мире, вот, при внесенном оттуда, которые, значит, там, вот такой, там, V-образный двигатель, что-то там, и так далее. Ну, я в этом не понимаю ничего. Ну, вот они говорят об этом с восхищением. И после того, как я, ну, конечно, не без некоторой внутренней издевки говорю, ребят, вот, в общем, вам надо понимать, что когда вы выйдете, да, то, ну, машины, скорее всего, будут, ну, как минимум, на электродвигателе, а как максимум они уже будут так, низенько-низенько летать над землей. Вот. Они зло на меня смотрят, после этого я добавляю яду и говорю, ну, а вот девушки, которые там с этими автомобилями, это тоже не ваша целевая аудитория. Вам больше надо на сорок пяточки переключаться. Ну, что, вот. Ну, вы так, мы друг над другом шутили таким образом. Ну, тем не менее, вот в каждой шутке, в общем, доля шутки, она присутствовала. Все остальное правда. То есть, я к чему привел этот пример? К тому, что люди даже попадают туда, живут какими-то явно навязанными стереотипами, и это начинает смотреться нелепо. То есть, такой, знаете, тюремный шип выйти во всем спортивном, в Найке, да, еще чтобы цвета совпадали и так далее. Ну, понятно, да, то есть, о чем я говорю. Вот. И... Ну, да, вот такие моменты, которые связаны с свободой и несвободой, которые, опять же, находятся внутри нашей головы, внутри нашей груди, да. То есть, там ты начинаешь понимать, что вот то важное, которое у тебя, с одной стороны, не отнять, оно обнажается. И вот то, что ненужное, в том числе и какие-то V-образные двигатели, которые тебе придумали маркетологи и навязали, они, в общем, не имеют абсолютно никакого значения. И не только потому, что тебе непонятно, когда ты сядешь там за руль автомобиля, а просто потому что... Ну, потому что это не важно. Это то, что тебя загоняет краска. Так. А, ну да, мы же обещали по вопросу 2-2. Вот здесь есть... Да, пожалуйста. А вот, кстати, есть второй микрофон. Мы можем его использовать, чтобы всем было слышно. Так, вот единственное, там... А вот мы привели пример, где разумеется, Женицына и Достоевского. А Шаламова, Халуевский, мне кажется, там фактура больше... Да, Шаламов, безусловно. То есть, это он должен стоять в этом же ряду. В общем, конечно, Шаламов, это тот, кто показал... Если Солженицын, то в любом случае это больше такой мета-уровень, осознание, философия, это много рассуждений. Хотя я, беря Архипелаг Булак, в руки я готовился к чему-то, знаете, такому тяжелому, занудному. Но прочитал это, вот знаете, там было много Акунина, да? Вот Солженин... Акунин, по сравнению с Солженицыным, это вообще занудство и какая-то вообще скукотища. Солженицын там совершенно по-русски. Шаламов, он больше, он через детали, через ситуацию, через характеры. Это тогда, когда не столько описание, точнее, не столько размышления автора, сколько описание того, что происходило, уже у читателя порождает определенные мысли и выводы. Ну, конечно, в этом смысле Шаламов, наверное, больше пессимистичен. У него фактура. Да, у него фактура, да, это так, безусловно. И вот, собственно, спасибо за вопрос. Я тут еще вначале хотел сказать, об этом позабыл. То есть, одна из причин, почему, в общем, я не молчу, а использую любые возможности, ну, не любые, но такие приличные возможности поговорить о том, что происходит там и что происходит с людьми, это как раз, это, собственно, вот та задача, которая, которую для себя в свое время сформулировал Солженицын, он об этом говорит прямо, и, возможно, Шаламов, хотя он напрямую, наверное, об этом нигде не говорит. Это то, что, понимаете, чем больше людей, и важно, что думающих людей об этом будет знать, тем больше у нас шансов, что там что-то поменяется. Вот. И это как раз именно вот эта позиция, она в том числе и сегодня, я не скажу, заставляет, а скорее следуя этой позиции, я занимаюсь в том числе и общественной деятельностью, хотя, конечно, я люблю свою профессию, и примерно 70% времени я стараюсь уделять своей вот, то есть еще в дотюремной профессии, то есть это маркетинг, пиар, преподавание. Но все равно вот около 30%, сейчас, может, чуть больше, это то, что касается правозащитной деятельности, и, я не знаю, может быть, кто-то из вас слышал, есть такая организация Русь сидящая, то есть организовала в свое время Ольга Романова, очень талантливый журналист, которая тоже попала, то есть ее муж попал в тюрьму, отсидел 5 лет, и, в общем, можно сказать, должен был 8 лет сидеть, но она очень сильно ввязалась в эту историю и в эту тему, и, как она говорит, что обожженная тюрьмой уже, в общем, прежними не становятся. Это так, на самом деле. Вот, и случай меня свел с ней, и мы сейчас работаем вместе, и я занимаюсь, как это называется, координатор по Сибири, Руси сидящим. Поэтому, если что, если кто-то появится вопрос по этой теме, я тоже готов буду на них ответить. это вот, опять же, это вот, понимаете, это следствие того, что в какой-то момент ты понимаешь, что вот этим надо заниматься, вот этим не надо заниматься. вот эта суета, это вот действительно какие-то сущностные, сутильные вещи. Хотя, я, в общем, никогда не относился к какой-то симпатии к общественникам, к правозащитникам, всегда немножко сторонился этого, но сейчас просто я понимаю, что, ну, это, в том числе, и мой крест, потому что, ну, потому что, когда ты все это узнаешь, ну, ты не можешь уже не реагировать на это. А то, что, если ты начинаешь реагировать, то ты уже начинаешь, ну, что-то делать, ну, в моем случае, в моем случае, это вот, скорее всего, вещи, связанные с правозащитой, может быть, больше с какими-то, с коммуникациями по этой теме, поскольку это моя профессия. Идем дальше, да? Так. Вот это очень важный момент, и не столь очевидный, как первый инсайт, это, он звучит как страх тюрьмы страшнее самой тюрьмы. Вот, несмотря на все то описание, которое я уже вам дал, что тюрьма, это, в общем, довольно страшное, ужасное место, все-таки, это не совсем так, то есть, в тюрьме можно жить, более того, в тюрьме можно с пользой проводить время, ну, представьте, да, у вас есть возможность выспаться, у вас есть возможность почитать, у вас есть возможность, в общем-то, пообщаться с людьми, да, иногда даже с интересными людьми, это, в общем, знаете, такие привилегии, которые далеко не каждый может себе позволить, вот, в нашей повседневной жизни. и вы знаете, тут есть такой очень важный момент, когда действительно, в тюрьме, люди, в какой-то степени, ну, вы знаете, как в плане, в том смысле, что человека сразу видно, и, если человек сам по себе, человек, то, что бы с ним не происходило, там, даже по какой статье бы, даже по самой мрачной бы, он не заехал, ну, я имею в виду такие статьи, как, не знаю, педофилия, там, изнасилование, и так далее, то, что традиционно в тюрьме считается, ну, такими статьями дурными, нелюдскими, да, как там говорят, вот, но если, вот, человек, в принципе, видно по нему, а там третий глаз очень быстро открывается, что это, в общем, нормальный, хороший человек, то он не пропадает в тюрьме, вот, все эти негативные части нашей личности, которые бывают, то есть, там, ну, я не знаю, где-то мы лукавим, где-то мы, там, не отвечаем за слова, и так далее, там очень быстро начинает работать карма тюремная, да, то есть, ты сказал, ну, я подумаю, в тюрьме это означает, что ты, в общем, практически согласился, и, если ты не сделал, то о чем ты, в общем, практически пообещал, то, ну, тебе появятся вопросы, скажем так, и в какой-то момент, вот, когда ты уже начинаешь понимать, что к чему, ты начинаешь осознавать ценность, ценность и ответственность за слова, ценность слов и ответственность за них, ты понимаешь, что любое слово, которое ты говоришь, ты можешь за него ответить, в буквальном смысле слова, и те слова, которые ты произносишь, они должны быть очень такими, как бы сказать, взвешенными и продуманными, причем продуманными не головой, а вот ты должен прислушиваться, как бы, к собственной душе, вот, и в этом смысле, в этом смысле, как раз, я это говорю к тому, что, если вы, поверьте, у меня нет задачи, вас, как бы, ликбез по тюремной жизни, да, но это, это понятно, да, что здесь надо проводить аналогию с нашей повседневной жизнью, потому что все те же процессы, они происходят и в жизни, если ты человек, который, ну, там, привык, так как-то обманывать, манипулировать людьми, то рано или поздно, ты, в общем, останешься, останешься, там, один или не с теми людьми, которыми ты сам бы хотел находиться, вот, и, вот, в этом смысле, если, ну, мне было проще, да, я был уже, в общем, попал туда, в таком, сформированной личностью, в возрасте, то есть, 45 лет, это, это, это уже долгожитие, на самом деле, то есть, в основном, там, молодежь, и, очень быстро, я, там, приобрел такой статус, ну, если не гуру, то, в общем, человека, с которым можно посоветоваться, и по юридическим вопросам, и по, там, по жизни, как-то, и так далее, и, в общем, на самом деле, определенная часть ребят, которые там были, я бы с удовольствием с ними общался и на воле, потому что, ну, это, в общем, такие, довольно хипстерского вида ребята, которые, там, читают Воропаева, слушают, там, Федорова и Волкова, там, ну, в общем, попадаются такие люди, то есть, это не, это новая такая формация, людей, которые оказались в тюрьме, во многом, это, конечно, вот эта самая пресловутая статья 228, торговля наркотиками, потому что, собственно, профессиональный уголовный мир, он такой был замк, сам себе, то есть люди садились, выходили, потом опять садились, это такая, знаете, круговорот воды в природе получался такой, а вот эта активная компания по борьбе, в кавычках, конечно, борьбе с наркоторговлей, она начала захватывать новые группы, в основном, это была молодежь, часто, и остается молодежь, студенты, и в этом смысле, там будет очень, на самом деле, опасные процессы происходить в ближайшие годы, у меня вот один из рассказиков, он называется «ЗК Апокалипсис», на СИБФМ вышел, можно там его найти, там как раз про это, то есть, что получилось, начиная с 2012 года, у нас вот началась активная кампания по борьбе с наркоторговцами, и начали захватывать вот эти самые слои, такой неприступной, неуголовной молодежи, которая оказалась либо связана с наркоторговлей, либо являлась, ну там потребителями вот этих самых синтетических наркотиков. ФСКН, это Федеральная служба контроля за наркотиками, она, конечно, как любая палочная система, работала на показателе, и поэтому молодого человека брали там с небольшим пакетиком какого-нибудь спайса, говорили, что ты хотел его продать, и место второй части, по которой обычно давали три часто условно ему, давали там 10-12 лет, как за попытку или покушение на преступление по продаже наркотиков. Таких случаев очень много, ну, я не хочу сказать, что там сидят невиновные люди, большинство из них, это, конечно, люди, которые так или иначе были с этим связаны, но мы должны с вами понимать, что это не те наркоторговцы, которые, в общем, заслуживают вот тех суровых сроков, которые получили вот эти пацаны. То есть, как правило, даже средний менеджмент, не говоря уже о высшем менеджменте наркомафии, он ходит себе приспокойно на свободе, часто не в этой стране, то есть живет, как правило, там, за границей, вот, и мне интересно было уже, как бизнес-консультанту, посмотреть анатомию сегодняшней наркомафии, вы знаете, я, в общем, столкнулся с довольно такими, не знаю, можно сказать, страшными вещами, но с другой стороны, наверное, это не только страшно, это еще, в общем, в какой-то степени вызывает восхищение. То есть, к торговле наркотиками, в общем, пришли довольно умные люди, очень умные люди, и поскольку они имеют очень высокую долю прибыли, то есть, громадные капиталы, они начали скупать все самое лучшее, в том числе и бизнес-технологии. То есть, это лучшие химики, это лучшие айтишники, это лучшие HR-специалисты, потому что там же важно еще, в общем, активно набирать людей, то есть, экрутеры, интервьюеры, там, и так далее, и так далее. То есть, они начали брать самые-самые лучшие, так сказать, технологии, не стесняясь покупать специалистов. Вот один пример, просто приведу вам. Значит, один, не буду называть, это у меня, там, сейчас еще перепишут рекламу, ничего не надо. Один из самых ведущих этих ресурсов подвергся хакерской атаке. Примерно через пять минут на главной странице этого сайта появляется следующее объявление. Типа, ребята, платим в три раза больше, переходите на темную сторону силы. Дидос-атака это падает сразу же со всеми делами. Вот, то есть, люди не стесняются инвестировать деньги в технологии. и что в итоге мы получили, вот если уже брать с точки зрения социальных каких-то моментов. Порог вхождения, точнее, как это сказать, языком маркетинга говорить, то есть, доступность, проникновение, дистрибьюция стала настолько простой, что достаточно просто там одного-двух кликов в компьютере, там, да, или там, смс-ки, и вы получаете наркотики. Никогда наркотики не были настолько доступны. сегодня любой крупный город, в том числе и Новосибирск, это один большой супермаркет наркотиков. Будьте уверены, что в вашем подъезде, в вашем дворе совершенно точно находится хотя бы одна закладка, так называемая, то есть, тайник, где хранится наркотик. То есть, если раньше технология была такая, что там заказчик звонил, ему там, значит, высылали курьера, он делал какую-то закладку, ему надо было забрать, сейчас все просто. Ты сбрасываешь там смс-ку, тебе тут же приходит, значит, там картинка не картинка, в общем, наводка на эту закладку, и ты идешь, это все занимает, может занимать несколько минут. Причем, все очень быстро. Вот. И, то есть, доступность стала очень простой, с другой стороны, и барьер вхождения в так называемый бизнес, да, он тоже стал очень, такой крайне низкий. То есть, опять же, два-три клика, ты становишься наркотарковцем, курьер, закладчик, и так далее. Вот. И теперь, посмотрите, социальная ситуация, хотя у нас официальная безработица, по-моему, на уровне, там, 5-6%, показывает статистика, на самом деле, мы понимаем, что если у нас предложение по работе, там, это 20-25 тысяч, или там, 15, для молодого человека без образования, то, в общем, это нельзя назвать, что безработицы нет, и это нельзя назвать заработать, по большому счету, потому что на эти деньги нельзя прожить. Вот. Вариантов зарабатывать больше практически нет. С другой стороны, здесь есть предложение зарабатывать на порядок больше денег. То есть, средний заработок того же наркокурьера, он, значит, порядка, ну, то есть, от 100 тысяч на нижние границы. Если ты работаешь нормально, у тебя 200 тысяч, если ты работаешь хорошо, у тебя 300 тысяч в месяц. Ну, вот представьте, да, какое искушение на фоне всего этого. То есть, получается, что вот этот, это идеальная среда для набора молодых людей, которых, ну, которых можно привлекать к этому бизнесу. Естественно, там есть картельное соглашение, оно, я думаю, есть и до сих пор, когда часть набираемого персонала, назовем его так, некоторые называют порядка 30%, уже запланово сдается, там, в ближайший месяц-два, наркополицейские. Ну, сейчас их расформировали, сейчас просто полиционерам сдают. Вот. То есть, это расходный материал. При этом, расходный материал, который однозначно лишают будущего, но всего того, что, как правило, это 18-20-летние ребята, которые, представляете, попадают на 10-12, иногда 15 лет в тюремы. на сегодняшний день процент таких заключенных, он составляет порядка, ну, вот, в СИЗО это было 70%, без преувеличения. Я думаю, на колониях там, конечно, чуть поменьше, там еще так, ну, половина, понимаете, это половина. У нас, по официальной статистике, сейчас 630 тысяч заключенных, да, причем, надо понимать, что вот эти ребята, которые по 228 заехали, это, они заехали, в отличие вот этих туристов, которые там, ну, продунные какие-нибудь, да, которые заезжают обычно там на полтора-два года, они заехали надолго, они заехали в возрасте, когда они не прошли процесс социализации. То есть, началось это все примерно активно с 2012 года. Первые, вот те ребята, которые заехали по этой волне, они выйдут к 20-му году, там, ну, всякие, условно-досрочные и так далее, там, кому-то еще в начале не так круто давали, как сейчас. То есть, начиная где-то с 20-го года, мы получаем ежегодно десятки тысяч людей, примерно в возрасте 30-ти лет, которые прошли тюремную школу, никакую другую больше школу они не прошли в жизни, которые обросли социальными связями, не глупые, как правило, люди, потому что это в большинстве своем студенты. и в общем, что будет происходить дальше, предсказать очень сложно, но очевидно, что мы получаем целую армию людей, которые еще, кроме того, еще и очень мощно заряжены идеологически. Там не надо никого агитировать против Путина, даже если там я встречал какого-нибудь человека, который говорил, ну, там, ну, президент-то Путин же вроде ничего, то есть, одного вопроса, там, двух вопросов этому человеку хватало, чтобы он автоматически переходил на сторону света, да? Просто когда говоришь, ну, как вы, вы просто подумайте, когда во главе государства, ну, извините, я скажу, но тюремно, да? Когда во главе государства мусор, что ты хочешь от этой судебной системы и от этого следствия? А, ну, да, да, все, понимаете, вот, 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 на самом деле очень простая, вот, и все эти письма там Путину, это, конечно, понятно, что это такая, как это сказать, со стороны это выглядит как, ну, издевательство. Ну, люди сами, конечно, не с собой в этом смысле издеваются. Вот, поэтому мы чуть немножко далеко ушли, да, от этого инсайта, ну, видимо, важное лирическое отступление было. То есть, смысл в чем, что вся система подавления, ну, как здесь на свободе, так и когда у человека еще нету, в принципе, осознанных рисков, что он может оказаться там. Но это не означает, что этих рисков нету. Они в нашем случае, в сегодняшнем развитии общества, они есть, ну, вот это важно понять, это не запугивание, не драматизирование ситуации, они есть сегодня буквально у каждого. если ты находишься вот в границах территории Российской Федерации, ты находишься в зоне риска уголовного преследования. Даже если тебе кажется, что ты абсолютно кристально честный гражданин, который вот даже там дорогу приходит исключительно там на зеленый свет, там и окурки или там, что там, жвачку выкидывает мусором, не важно. Особенно сейчас, когда мы знаем, что государственная машина довольно активно занялась всякими сборами в виде там налоговых поступлений и так далее, да, то есть про НДС вы все знаете, я не буду об этом рассказывать, то есть этот год нам преподнесет очень большие сюрпризы, ну, не плановые сюрпризы по привлечению бизнеса к уголовной ответственности, именно по налогам. Вот. И в этом смысле понятно, что вот этот страх тюрьмы, который присутствует, в общем-то, у каждого человека, который там не побывал, он навеян во многом литературой, больше фильмами, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Та тюрьма, которую мы себе представляем, очень сильно отличается от той тюрьмы, которая существует в реальности. И она не так страшна, которая вот есть в реальности. Поэтому вот на этом постоянно играют, собственно говоря, те же самые силовики. Почему оперативные сотрудники приходят первый и в большинстве в своем единственный раз к человеку, которому мы вставали вот в первые там 3-5 дней. Потому что это как раз самый психологически уязвимый период, когда человек подавлен, раздавлен психологически, он еще не понимает, где он находится, он еще не понимает, что с ним происходит. Это самый лучший момент для того, чтобы человека, ну, окончательно там сломать, добить и так далее. Вот. Потом, если человек там не дал нужные показания или там не подписал нужные бумаги, к нему, в общем, ходить уже бессмысленно, потому что даже уже на вторую неделю человек адаптируется, он понимает, что все не так страшно, что никто тут его насиловать, убивать не будет. Ну, в большинстве словом, это так, с 99-99 в прогрессе. То есть вот в принципе, в принципе, здесь еще что важно очень понять, что, понимаете, то есть в стенах, где собираются далеко не самые лучшие представители общества, а это по факту, так, хотя, в общем-то, там все больше становится людей вполне себе приличных, ну, в силу вот тех тенденций, которые у нас происходят, но тем не менее, все равно основная масса это люди, ну, как правило, там маргиналы, уголовники, там, не знаю, алкоголики, наркоманы и так далее. Это факт. Это люди, которые абсолютно никогда и никому не привыкли подчиняться, особенно молодежь. То есть они просто, но они всю школу провели в коридоре, там, так далее. И вот представляете, как две с половиной тысячи вот таких людей удержать так, чтобы они друг друга не поубивали. Но это немыслимо, то есть дубинками, наручниками это невозможно сделать, для этого там существует определенный свод правил, то, что принято называть там арестантским укладом, который, по сути дела, выполняет ровно те же функции, что любой корпоративный устав, допустим, в крупной корпорации. В отличие от того, что, правда, большинство уставов корпорации не работает, а вот там работает, вот, и он реально написан на бумаге, он с регулярностью раз в неделю, раз в две недели проходит, обходит все камеры, он зачитывается вслух, любого молодого арестанта могут выдернуть посреди ночи, поднять и сказать, а ну-ка, назови-ка мне вот этот пункт арестантского уклада, он должен назвать, если он не назовет это пункт, это те ребята, которые всю дорогу не могли выучить четырех строк из Пушкина, они это все должны знать без какого-то. Вот, и я не хочу романтизировать и как бы там, как-то превозносить вот эти правила и нормы, я просто хочу сакцентировать, что они существуют и они, в общем, выполняют функцию вот этого внутреннего регулятора в очень сложной и изначально агрессивной среде. но первое, с чем я столкнулся вот в коридорах следственного изолятора, ну и собственно в камере, это на самом деле, вы знаете, какое-то такое очень, очень деликатное и очень довольно вежливое взаимоотношение друг с другом, не только по отношению ко мне, я толкожитель, понятно, старичок зашел, ему надо изначально уважительно относиться, но даже между собой, не то, чтобы там нету там мата или чего-то еще, это есть, но никогда мат не адресован в отношении другого человека. Судни, там, мусора, это, пожалуйста, но никогда по отношению к другому человеку, потому что это вербальная агрессия, за которую нужно отвечать. Вот, еще один интересный феномен, с которым я столкнулся, это то, что в общем, довольно высокая степень межнациональной толерантности. Понятно, что там очень много выходцев из Средней Азии, там, цыгане, немножко кавказцев, это традиционно, в общем, такие, ну, здесь это, мы либо изолируемся, либо видим какие-то конфликты и так далее. Я не скажу, что там нету каких-то конфликтов, бывает, но, во-первых, крайне редко, но вот в таком повседневном нормальном общении это совершенно вот такая, ну, действительно, толерантность, я с этим столкнулся, и причем, вот я могу сказать, для себя, я на самом деле открыл для себя, там, не знаю, таджиков, узбеков, я их где-то искренне полюбил, потому что я со многими из них общался, и вот то отношение, которое они проявляют к людям, особенно к старшим людям, то есть, ну, это, знаете, русским просто надо поучиться, потому что, ну, тебе, там, вот перед тем, как спросить, значит, у тебя совета, он тебя, ты уже пытаешься ему что-то рассказывать, он тебе обязательно впихнет, там, бутерброд с халяльной колбасой, потому что, это же нехорошо, да, потому что тебя надо покормить вначале, и потом ты должен, это не потому, что он, там, тебя пытается задобрить, а потому что, это вот так устроен его мир, что, что вот, ну, как, надо проявить уважение к человеку, а потом уже что-то спрашивать, и так далее, вот, ну, вот, в этом смысле, это, конечно, тоже один из таких опытов, довольно интересных, и мне кажется, то, чему можно поучиться и здесь, вот, ну, опять же, вот фраза, не моя, но хорошая, я ее привел здесь, чтобы чуть-чуть раскрыть эти смыслы вот этой тюремной, старой, арестантской, триады, то есть, не верь, не бойся, не просить, значит, кто-то мне очень хороший вопрос задал на одном из городских семинаров, он говорит, ну, вот, это же вроде как, абсолютно, противоположность христианству, да, в котором надо верить, бояться и просить, вот, я сказал, да, что, в общем, это больше похоже на буддизм, наверное, а потом я подумал, и решил, что, скорее всего, все-таки, не так уж это и противоположно христианским, там, принципам и догматам, ну, ладно, мы сейчас не будем уходить в теологию, в теологию, я просто хочу вам немножко рассказать, а вы же сами решайте, как это соотносится, там, с христианством, буддизмом, или, там, иудаизм, я многое больше нравится, не верить, первая часть триады означает, что, ты не просто, ну, то, что людям в погонах и в форме верить нельзя, это понятно, это объяснять не надо, это совершенно очевидно, не верить надо вообще, в общем-то, никому, то есть, включая даже своих братьев-аристантов, потому что, ну, потому что, как говорил доктор Хаус, все люди вру, на практике это проявляется, например, в том, что не стоит верить рассказу о своем деле любого арестанта, то есть, я, например, довольно быстро начал, когда я с человеком разговариваю, я, ну, обращаюсь с просьбой, помоги, там, так, так, там, я говорю, документики дай мне, вот, то есть, обвинительные заключения, или там, приговор, если он уже вышел, и так далее, это не значит, что там нет вранья, конечно, там есть вранье, но, как минимум, то есть, сопоставляет документ, который написан стороной обвинения, следователями, или судьей, и рассказ вот этого самого человека, и у меня возникает возможность найти вот где-то, что там на самом деле было, и в чем его арестанта. Вот, если мы слушаем только арестанта, то там абсолютно все ангелы, которым надо срочно повесить там всю грудь, увесить арденами, и учить грамоту отпустить на свободу. Вот, значит, не верить, помимо того, что это речь идет, когда о социальных отношениях, нужно по большому счету не верить и в какие-то собственные фантазии и иллюзии. Это тоже очень важный момент. Потому что первая подлянка, которая начинает нам подбрасывать наш мозг, наши какие-то внутренние такие процессы, мы начинаем формировать какие-то такие фантазии, что вот сейчас, а вдруг пойдет таким образом, все будет наилучшим образом разрешиться, вдруг вот сейчас следует очередная мера, продление меры пресечения, и там наконец вот произойдет чудо, у меня же хороший адвокат, или там еще какие-то там люди, которые включаются в процесс. Все, и человек становится рабом вот этой собственной фантазии и веры в то, что все будет, допустим, хорошо. Не надо это видеть. Вот просто не верить. То есть, всегда исходи из худшего варианта. Опять же, тюремная поговорка, рассчитывая на худшее, лучшее случится. Тут тоже есть немножко элемент веры, но все-таки здесь действительно надо исходить из всегда из худшего сценария и готовиться к нему. В этом смысле любые фантазии, то есть одна из таких расхожих фраз, не фантазирует. То есть вот этот принцип, который позволяет людям избежать очень серьезных внутренних надломов. И я бы сказал, что в некоторых случаях именно фантазии, не в некоторых, а в большинстве, доводят людей до, там, скажем, попыток суицида. Потому что не случается то, что происходит. Вот я, будучи в Москве, посмотрел очень хороший фильм. Его пока нет в открытом доступе, но появится, прям посмотрите, называется «Освободитель любовь». Там про несколько пар, которые, значит, когда кто-то из них, там, большинство, конечно, мужей, но были и жены, оказывались за решеткой. И вот там про одного парня, который, у меня вот этот эпизод, ну, хотя все было узнаваемо, знакомо, но как-то поразил. Он там сказал адвокату, что если меня не выпустят на очередной мере, я съем ежа. Это такая специальная конструкция из бритв и проволоки, которая там закатывается в хлебный мякиш, и ее прокладывают, и она разворачивается, начинается внутреннее кровотечение, ну, довольно тяжелая, мучительная смерть. И он на самом деле съел этого ежа, и ему сделали полостную операцию, он, слава Богу, выжил. Но вы понимаете, то есть, насколько люди начинают верить в хороший исход ситуации и становятся жертвами вот этой собственной веры. Я считаю, что если мы говорим о конверсии в повседневной нашей жизни, то происходит у многих именно ровно то же самое. То есть, может быть, не так ярко, но по сути дела то же самое. Когда мы формируем себе некие фантазии относительно карьеры, семейной жизни, каких-то, не знаю, места жительства, учебы, так далее, и мы становимся, по сути дела, заложниками вот этих самых представлений. Когда они не случаются, они случаются не в 100% случаях, потому что, ну, фантазии же они фантазии, то нас настигает та самая фрустрация, которая, следствием которой являются разные неприятные вещи, как-то, там, депрессии, агрессии и прочие-прочие моменты. Вот. Не бойся, не бойся. Значит, страх это одна из таких главных ниточек, за которые дергают буквально все, начиная на первом этапе, там, оперативные сотрудники, следователи, сотрудники СИЗО и так далее, и сами арестанты. То есть, как только ты начинаешь чего-то бояться и показываешь этот страх, ты сразу же становишься уязвим. Не важно чего, все что угодно. Ты можешь, там, ну, в первую очередь, понятно, там, бояться самой тюрьмы. Если ты боишься тюрьмы, значит, скорее всего, его на это будут давить и вынудят тебя совершать вещи, за которые потом, возможно, ты себя никогда не сможешь простить. Вот. И это сегодня, к сожалению, очень распространенная практика. Это, опять же, не мои фантазии. Сегодня, я не помню сейчас точно процент, но, по-моему, около 70-ти, там, с лишним процентов дел у нас проходят с участием так называемых досудебщиков. То есть, это людей, которые заключили досудебное соглашение со следствием. Это не то досудебное соглашение, которых мы смотрим в этих, в американских фильмах, когда, там, сторона обвинения со стороной защиты договариваются, вот вы признаете это, там, мы, там, снимаем такие-то иски, так, все красиво, все нормально. Нет. Досудебное соглашение в России сегодня, это, это фактически сам оговор и оговор, но его мало сам, самому себя говорить. важно еще издать людей, которые в большинстве своем, не то, чтобы не виноваты, но доказательства против них не собраны должным образом или их просто нет. Это сегодняшняя реальная судебная, следственная система построена именно на работе по досудебщиков. И почему у нас так много людей, вот у нас позавчера состоялась вот эта акция Стопорест, которая была посвящена, ну, никто о ней наверняка не слышал, да, это там наконец-то гильдия адвокатов там проснулась вместе с защитниками, ну, полномоченными по правам предпринимателей. И они вот решили массово подать ходатайство о изменении меры для предпринимателей. Но это вряд ли что-то поменяет, потому что сегодня заключение в следственный изолятор это главный и основной инструмент давления вот на людей для того, чтобы получить нужные показания в том числе и вынудить заключить досудебное соглашение. Вот. Конверсии этого дела опять же для реальной жизни я хочу сказать, что в принципе если мы чего-то боимся в обычной жизни это значит и как-то этот страх это не значит, что ничего бояться нельзя, да, вопрос в том контролируем мы этот страх или нет. Если мы его не контролируем, значит он проявляется. раз этот страх проявляется, значит автоматически он становится тем самым уязвимым местом, за которое нас можно собственно говоря подтянуть, подергать, потоптаться на этом деле и так далее. Вот. И в этом смысле как раз возможно те люди, которые этим воспользуются, заставят нас или вынудят сделать какие-то вещи, с которыми нам не захочется потом жить. ну или будет тяжеловато. Вот. Поэтому вот эти моменты важно понимать просто, что и это тоже один из инсайтов там тюремных, то что вот есть вещи пострашнее тюрьмы, но есть в общем-то вещи пострашнее даже смерти. Вот. Такое есть то, что там в пределе об этом говорить, да, то есть там самурайские принципы, которые там честь высшей жизни, да, и так далее, они в общем часто в тюрьме обретают абсолютно такие реальные очертания, то есть когда человек убирает смерть, потому что он не может там поступиться канонами, ну теми канонами, которые он имеет там относительно своей чести. Не проси. Значит, с не проси ситуация следующая. Понятно, что просьба это в нашей повседневной жизни что-то совершенно такое обыденное, то есть попросить о чем-то человека, в общем, ну, начиная от мелочек и кончая там может быть какими-то серьезными вещами, не то чтобы совсем легко, в общем, несложно, мы не считаем, что в этом что-то есть такое, что, ну, чего бы не следовало делать. В тюрьме немножко по-другому, но суть просьбы, она как бы обнажается в этом смысле, да, потому что когда ты просишь, ты, во-первых, должен в этом реально нуждаться, если ты просишь что-то, что тебе нежизненно необходимо, это значит, что, в общем, ты поступаешь не очень порядочно. А второй момент, то, что если ты что-то просишь, ты становишься обязанным, хотя, в принципе, опять же, по арестантским канонам помогать надо безвозмездно, и в этом смысле, если ты что-то делаешь, например, за пачку сигарет, то это, как там называется, коммерция, она не приветствуется, да, я вот мягкие формулировки использую, но, значит, да, может быть благодарность, она может быть та же пачка сигарет, но это должна быть именно благодарность. Если ты говоришь, я это сделаю, это будет тебе стоить две пачки сигарет, нет, это неправильно. Вот. И в этом смысле не проси, то есть, не проси, я сейчас говорю, там, между, понятно, вот людьми, которые обитатели тюрьмы, ну, и ж тем более, не проси ни в коем случае никого из тех же самых людей в погоне, в погонах. Более того, если, опять же, провести некую параллель вот с нашей повседневной жизнью, понимаете, я вот, например, совершенно точно понимаю, что, вот, я никогда не пойду, там, за грантами, например, там, не знаю, сейчас государство активно раздает, там, какие-то гранты, ну, последние годы, да, понятно почему. То есть, это тоже своего рода, вот, такое, такая просьба и зависимость и попадание в то, что, ну, в какую-то ситуацию, не только потому, что я не пойду, потому что, там, это вот, дело НТР и все, там, и так далее, якобы, бюджетные средства, а потому, что, попросить можно только у того человека, который, ну, то есть, у близкого, там, да, если ты начинаешь просить у человека, с которым ты находишься по разной стороне баррикады, ты попадаешь в абсолютно ненужную ситуацию, вот в такую зависимость, когда тебя могут подтянуть и сказать, дружище, ты просил, мы тебе помогли, теперь давай-ка делать то, что мы тебе, например, скажем, и так далее. Вот, поэтому в данном случае, давайте прямо говорить, сегодняшнее взаимодействие с государством, на мой взгляд, это коллаборация, которая рано или поздно будет, наверное, все-таки получит свою оценку, скажем так. Вот, ну, вот это моя позиция, никому не навязываю, но она есть. Вопрос, давайте я, поэтому, если есть какие-то. Да. Ну, у меня такой немного эмирический вопрос. Слышали же вы протокол этого одиозного, легендарного английского преступника, Чарль Забронсон? Да. Вот он как бы не боялся там, ничего, сам пошел в тюрьму добровольно. Вот если бы он на нашей зорге, там, или на нашей тюрьме оказался, как было себя, как вы думаете, или не сдохнуть, а туберкулез просто? Да мог и сдохнуть, потому что сдохнуть от туберкулеза, в нашей тюрьме вообще дело не хитрое, потому что, но опять же, не хочу вас там всякими там страшилками подчивать, тем более, некоторые вот там за столом, да, ужинают, но перевозка в одном, не просто автозаке, а вот в одном плотном таком стакане в автозаке людей с открытой формой туберкулеза и здоровых людей это вообще, ну, то есть, вот просто за здрасте, да, если мы как бы упомянули туберкулез. Значит, по поводу по поводу там сдох, не сдох и что бы с ним произошло. Вы знаете, ну, вот есть такой термин, я не могу в литературном языке найти аналог, ну, который бы точности отражал его. Это как такая, знаете, как говорят, вот он духовитый, да, то есть, он человек, который, у которого очень мощная вот такая внутренняя сила, там, дух, можно это назвать, не дух, но вот, и таких людей я встречал, и как правило, эти люди, если у них совершенно не там, не сорвало крышу, то они, в общем, пользуются достаточно большим уважением вот в той самой среде, потому что они готовы, в общем, на многое, да, в том числе и в отстаивании вот тех самых прав, про которые, ну, может быть, мы еще немножко чуть позже поговорим, вот, поэтому все будет зависеть, я не знаком с этим Грэнсом, да, то есть, я не могу про него ничего не сказать, то есть, если бы я там с ним пообщался хотя бы 10 минут, я бы мог там с высокой долей вероятности сказать, что он там, сколько бы он прожил в тюрьме, и от чего бы он умер. Да, может быть, и все было бы нормально, он стал бы в воровом законе или хотя бы бродягой и, в общем, пользовался бы заслуженным уважением, хотя они тоже находятся в зоне риска, иногда приходится отличать жизнью и здоровью, может точно. Вопрос есть какой-то? Давайте. Ну, вот вы сказали, что людей привлекают просто за пакетик и преобразуют эту форму, ну, мы сказали, что он торговец. Да, это очень распространенная ситуация. Ну, получается, что мы все под угрозой, вот, пакетик подложить, нефиг делать. Но вот где граница, то есть, по сути, можно, то есть, с любым, и насколько пытки в тюрьме, вот, как с этим бороться, с пытками в тюрьме? Ну, как минимум два вопроса мне задали, да, давайте пойдем по порядку относительно вот зоны риска, да, в которой мы все находимся. Ну, понимаете, в принципе, это можно рассматривать и как состояние такой гражданской войны, когда государство, по сути дела, проводит политику такого мягкого террора, ну, очень широким слоям населения. Вот, и здесь идет, такое, знаете, как это, метод выдергивания овцы из стада, да, и этот метод, если обратили внимание, он используется практически с самого начала правления господина Путина, да, то есть, мы вначале выдернули НТВ, демонстративно всем СМИ показали трупик НТВ, да, все видели, все нормально, есть еще вопросы, потом мы выдернули Ходорковского, неважно по каким причинам, показали всем олигархам и бизнесу, не говоря уж о мелком бизнесе, ребят, ведь все видели 2003 год, посмотрели, хотите так же, нет, но это же не просто бизнес, это же еще всем транслируется вот силовикам, ребят, так можно, так можно, судам, которые это все делают и так далее, и так далее, поэтому вот эта политика мягкого террора, которая, пока он мягкий, да, он свяжет, и с ним становится, такой не объявленной гражданской войны по отношению к своему населению, по большому счету, ну, если мы все разумные люди, мы должны для себя принимать стратегию такой гражданской самообороны, хотя бы с точки зрения повышения нашего правового уровня, правового уровня, да, то есть, или вот знания в отношении элементарных каких-то основ юридических, то есть, начиная с того, какими правами вы обладаете, что нужно делать в случае, если вас, ну, не знаю, задержали, как в Москве, ну, 1100 человек задержали, в общем, часть из них ведь не были участниками этого последнего митинга, да, понятно, что это, часть из них просто были случайно выдернутые люди, большинство из них не знало, что делать, большинство из них подписало эти протоколы административного задержания, что делать, конечно, не надо было в том виде, в котором мы представили, я вам это говорю не понаслышке, я наблюдал всю дорогу чатрусисидящих, которые активно, ну, внутренне, которые активно переписывались, потому что они там все были вот в этих РОВД, где их там держали и так далее, оказывали какую-то юридическую помощь, там продукты какие-то привозили и так далее, вот, если бы, ну, то есть, вот мы же там тотальный диктант проводят, да, мы считаем, что там наша грамотность это часть нашей личности, часть нашей персональной культуры, да, ну, как люди образованные, воспитанные, в общем, считающие себя культурными, то же самое примерно с юридической, с правовой громадностью, мы должны знать элементарные вещи, то есть, как действовать во время, там, не знаю, выемки документов в офисе, во время обыска, во время ареста, во время, там, не знаю, допроса и так далее, и так далее, то есть, вот эти все вещи, это просто элементарный способ сегодняшней вашей персональной защиты в той ситуации, которую мы сегодня имеем. Ну, вот как действовать, чтобы пакетик у тебя не оказался в тормане? Вот, если конкретно, если вы этого боитесь, да, то есть, ну, во-первых, то есть, не прикасаться к этому пакету, да, во-вторых, сразу же, ну, помазу, вот так, возьму ты помазу, силой помазу, но пакетик должен вниматься, если уж мы пошли в эти детали, то есть, припомятых, вы имеете право придержать действия, которые происходят в отношении вас до появления адвоката, то есть, тоже рекомендую, понятно, у меня к адвокатам особое отношение, оно не положительное, прям скажем, но иметь в мобильном, желательно, на быстром наборе номер адвоката, это тоже хорошая штука, полезная вещь, понимаете, то есть, любые сотрудники правоохранительных органов по вашему требованию обязаны дождаться появления вашего адвоката, скорее всего, вам предложат их адвокат, на это соглашаться ни в коем случае не надо, вот, ну, то есть, вот, какие-то даже вот эти простые кисты позволят вам избежать ошибок, ничего не подписывайте без адвоката, без вашего адвоката, понимаете, даже если у вас все-таки вопреки вашим просьбам изъяли, там, этот пакетик или что-то там еще, вот, значит, ничего, ни в коем случае не подписывайте, пока не приедет, не приедет ваш адвокат, вот, если вы подпишете, и, к сожалению, большинство дел базируется именно вот на этом первом протоколе допроса, задержания, или оформление как яркость повинной, значит, вот на этом строится все дело, вот, и, да, ну, по поводу пыток, ну, может, уже это, остановимся, по поводу, как избежать пыток, ну, не подписал, тут же это, как бы, пытка холода, да, да, ну, это все по фаху, да, происходит, вот, но, вот, понимаете, есть один феномен, вот, хорошо, давайте, чтобы сильно не углубляться в эту тему, я скажу следующее, значит, в правоохранительных органах тоже работают, ну, не такие уже и дураки, да, и они прекрасно видят, если вы даже элементарно начинаете обозначать свои права и делаете это правильно, вот, на уровне, там, требования, значит, связаться с адвокатом и вызвать своего адвоката, на уровне, там, правильного оформления, допустим, того же протокола допроса или протокола изъятия, я, например, вот, почему, может быть, отчасти я, конечно, и оказался в тюрьме, знаете, сколько времени ушло у следователя на объяснение мне моих прав, вот, это совершенно стандартная процедура, которая обычно занимает минуту, там, он просто там, а иногда не читает, но мне он зачитал, я говорю, извините, у меня вопрос, вопрос, и мы так с ним прообщались на тему моих прав четыре с половиной часа, вот, то есть он мне распечатал типу бумаг, там, потому что там много планкетных норм, отсылочных, там, и так далее, да, потом зашел совершенно красный начальник отдела и начал орать, чем вы здесь занимаетесь, на что он сказал, но я же должен человеку объяснить право, я говорю, да, мы еще не договорили по поводу моих прав, то есть, это, это, это была жуткая герзость по отношению к ним, но, ну, вот я выбрал такую стратегию, в общем, ну, может быть, отчасти поэтому я там оказался, где я оказался, но, ну, вот, я просто привел вам, почему этот пример, потому что, как только вы начинаете демонстрировать свою позицию, и то, что вы хотя бы элементарные вещи знаете, они тут же начинают вести себя предельно аккуратно, это, скорее всего, отвечая на ваш второй вопрос, вас спасет от, разного рода незаконных действий по отношению к вам, в том числе и пыткам, да, если мы говорим про это, вот, поэтому, они видят, что человек, что-то соображает, человек умный, образованный, лучше нам, в пня, извините, не въезжать здесь, да, то есть, нам лучше аккуратненько, аккуратненько, значит, по закону типа, но сделать то, что вот надо сделать, вот, ну, это не стопроцентная гарантия, но, там, в 95% случаев это дело стоит именно так, вот, так, давайте дальше, то мы, так, так, ну, вот, еще один инсайт, это уже такой мировоззренческий, он немножко перекликается с тем, что я уже сказал, звучит, он как нужно быть готовым ко всему, на самом деле, на практике это выглядит следующим образом, то есть, вы должны рассмотреть, честно, открыто и без страха, все возможные сценарии дальнейшего развития событий, включая самые, самые печальные для вас, вот, и внутренне принять весь спектр возможных вариантов, весь спектр, почему говорю, почему не говорю, что самые худшие, и, конечно, тяжелее всего принять, да, но, мы понимаем, что внутри нас должны быть весь набор возможностей развития событий, и мы должны быть готовы действительно в этом смысле ко всему. Это, опять же, перекликается с, там, главной заповедью самурайского кодекса, да, путь самурая – это смерть, то есть, вот, это про то же, да, то есть, если человек, самурая принимает, как один из возможных сценариев собственную смерть, он избавляется от многих внутренних преград и причин, ну, делать что-то неправильно, да, то есть, я думаю, когда смерть – это просто один из возможных вариантов развития событий, и, в общем, мы можем ее тоже принять, ну, проделав определенную внутреннюю работу. Почему это важно? Потому что, если мы не готовы ко всему, мы, опять же, попадаем в ловушку либо собственных фантазий, либо собственных страхов. Если мы начинаем отторгать тот или иной сценарий, который кажется нам, ну, скажем, почему-то плохим или неприятным, мы начинаем тратить очень много усилий, времени, и на самом деле начинаем провоцировать этот самый сценарий, да, тем самым. Вот. И на уровне вашего поведения это проявляется следующим образом, то есть, когда вам начинают говорить о том, что, ну, ты знаешь, вот если ты не поступишь следующим образом, это я уже про нашу обычную жизнь говорю, ты не поступишь следующим образом, будет вот так-то, если ты скажешь, о, не-не-не, это вот, вот это не надо, ни в коем случае, я поступлю, как тебе надо, то, в общем, ты становишься таким совершенно прекрасным объектом для манипуляции, это будет повторяться завидным постоянно. если ты принимаешь для себя внутренне, но только здесь ведь очень важно, чтобы это была честная ситуация, что это вы не сделали ведь, что вас устраивает вот этот сценарий, вы его не боитесь, на самом деле должны его не бояться, потому что в любом случае ваше поведение, оно выдаст вас, если вы, не-не, ну, ну, надо, ну, умереть, так умереть, конечно, я умру, что я с удовольствием это сделаю, без вопросов, понятно, что это не будет вызывать доверие и произойдет вот как раз тот самый случай, когда вы будете демонстрировать на самом деле страх вот этого самого сценария. Вот. И вот если опять же говорить о том, как это было там для меня, то я понимал и один, одна моя знакомая, которая уже много лет жила в Германии, и в общем, у нее своеобразные представления о сегодняшней России, она сказала такую фразу, написала мне в письме, что ты знаешь, настраивайся, сколько у тебя по статье? 10 лет? Настраивайся на 10 лет, а все, что будет меньше, это ты воспринимай как подарок судьбы. Я вначале как-то я это вот не совсем понял, а потом, чем больше времени не проходило, я все, все, в общем, до меня смысл вот этой фразы или вот этого совета он доходил все больше и больше. Понимаете, когда ты настраиваешься, когда в уголовном кодексе написано до 10 лет, потому что первые дни это вообще какой-то космос, но когда я опять же в первые дни услышал, а сколько дали, 5 лет? да на одной ноге простоишь, да, вот такое выражение, на одной ноге до 5 лет это вообще не вопрос, что это срок, что ли? Мне это казалось издевкой, но потом, когда я начал встречаться с людьми, которые получали там 15, 17, 18 лет тюрьмы, а иногда там мне доводилось людей, которые там 22 и 17 они отсидели, то есть они еще сели при ельцине, да, то есть тоже такие вот интересные персонажи попадались. Значит, ты действительно понимаешь, что там срок, ну, там 3-5 лет это в общем, это, конечно, тоже срок, но это не то, чтобы там совсем такой уж страшный и так далее. и это, кстати, один из принципов тоже, про который, я надеюсь, мы немножко, а до скольки у нас время, кстати, скажете? А у нас до 9, да, или там? Да. Ну ладно, пока не выгонят, короче, пока я вам даю вам, скажите там, ребята, давай заканчиваем. Вот, как раз один из принципов вот этого такой самой терапии, это как раз просто, всегда найдется человек, у которого ситуация сложнее, как в жизни, так в тюрьме, понимаете? Если ты не просто с ним пообщался и поговорил, но еще каким-то образом ему помог, то это тоже старый принцип, но он работает, понимаете? То есть вы, вы уже перестаете ощущать так остро собственную ситуацию, вы вдруг начинаете, ну, это действительно, я совершенно искренне, когда я уже у меня заканчивался там, почти третий год, да, к концу своего пребывания, я совершенно искренне говорю, что вот, три года, вот если получится выскочить там, не, не, ну, даже 4 года, я уже был на самом деле готов, мне же первая инстанция, как я уже сказал, давай 4 года колонии общего режима, и я уже совершенно спокойно настраивался и понимал, что УДО никакое мне не светит, поэтому мне придется там досидеть до 18-го года, до марта, и я уже совершенно это спокойно воспринимал, но вот тут судьба распорядилась немножко по-другому. Так, вопросов по этому подсказанному нет? Вы не стесняйтесь там, поднимайте руку. Вот еще очень важный момент, про который надо сказать, опять же, это к вопросу, немножко перекликается уже с тем, что я сказал раньше, что человека ломает не тюрьма, а уж деление свободы. Знаете, у меня встречалось несколько ситуаций, и это, кстати, я подозреваю, что следователи это используют как технологический прием. У меня у самого была ситуация, что я выходил на 10 дней в так называемый отпуск. То есть, когда мне надо было продлить содержание под стражей свыше года, меня повезли из районного суда в областной, вместо районного в областной суд, и там такая бабушка уже преклонных лет, и я у нас признаками страдческой деменции, но она что-то вот почему-то решила, что что меня держит там какой-то, там, я-то нею там молодой человек, чуть-чуть, какая 159-ая, она спросила следователя, что один эпизод, а что вы его держите-то? Ну, в общем, она меня выпустила. Видимо, бабушку не предупредили. Но потом состоялась через 12 дней эпиляция, на которой уже тетечек в мантиях сказали, что им делать, они все выслушали там все доводы, и сказали, нет, давай-ка садись обратно. Вот, и я помню, вот этот первый час, который был, когда меня вот, вот, со свободы, да, в которой я только еще даже надышаться не успел, меня спускает опять в этот подвал и в одиночный такой стакан метр на метр я сажусь, голову, значит, в руки, и вот, вы знаете, это, наверное, может быть, первый раз в жизни я почувствовал вот это желание не жить дальше. Такая очень, знаете, поганенькая, поганенькая, это же не мысль, это состояние. Это вот состояние, когда тебя просто взяли и вот так просто пол в трепезге расквасили. И вот это, это тяжело, оно было недолго, по счастью, и, в общем, я как-то быстро оклемался, но вот это состояние я очень хорошо запомнил, когда руки, буквально в смысле слова, опускаются, и ты совершенно ничего не хочешь. Вот. И потом я не раз вспоминал вот этот момент, да, когда подобные ситуации случались с другими людьми. И, честно говоря, не все из них выдерживали. В чем среди них были довольно такие известные люди, когда их либо выпускали и потом опять закрывали, либо им давали ощущение, что может быть еще сложнее, что вот-вот сейчас их должны выпустить, да, вот буквально через день, через два, вот он срок, то есть человек уже сидит, он уже себе представил всю эту свободу. И потом, я не буду сейчас деталей вдаваться, там, процессуальные всякие, но потом хоп, происходит, что нет, дружище, не, не получится тебя выпустить, ты будешь дальше сидеть. И очень много людей на этом сломалось в моменте, потому что они уже вожделели свободу, они уже хотели, они уже представляли себя на свободе. А им сказали, нет, свобода не будет, будет дальше тюрьма. Вот. И хотя тюрьма уже для них не сильно страшная, ну, почему я и говорю про то, что ломает не тюрьма. Они уже там провели достаточно времени, они адаптировали, все. Но вот это ощущение свободы, которая вот-вот должна была наступить, но не наступила. То есть людей ломает, и они начинают давать те показания, которые они не давали, там, год или больше, ну, начинают, в общем, какие-то там действия совершать не очень достойные порядочного человека. И вот это очень часто происходит. Поэтому, опять же, здесь мы сталкиваемся с тем, что называются наши собственные фантазии, которые превращаются в иллюзии и которые очень так больно обратно к нам возвращаются в случае, когда они в реальной жизни их разрушают. Ну, вот, вот примерно так. Руку я смотрю, если нет, тогда двигаемся дальше. Так. ни к чему не привыкай. вот еще один принцип, который больше похож на буддистский, хотя в христианстве тоже эта тема проходит, да, что у последней рубашки нет караманов. и все Значит, здесь в тюремный опыт, как вообще в тюремном опыте это все, с чего это выросло. Дело в том, что в тюремной среде ты очень быстро, даже в этих сложных, а может быть, именно из-за того, что это сложные условия, Очень быстро ко всему привыкаешь К соседям по камере, которые тебе вначале Вроде казались какими-то Ну, странноватыми Или не твоими людьми То ты очень быстро там Какие-то такие близкие отношения Такие общения Ты уже там их Ну, как своих родных воспринимаешь Там собственное выражение Мой близкий, да, там это означает Что ты как-то жил одним кругом И твоего круга человек Ты привыкаешь к вещам Я говорю, знаете, я тебя поймал на том Что у меня, я возвращался из суда И там по возвращению Проходят обыски И у меня маркер, которым я пользовался И который, в общем, является Неразрешенным предметом А значит, запрещенным в тюрьме И у меня, значит, этот самый Сотрудник СИЗО, он его изымает И я такой Понимаете, вот Ну, маркер, да Ну, маркер, что там, господи Ну, там это обладает настолько Ценностью Большой, что ты Вот я вот внутри, знаете, как будто бы вот у меня Что-то ногу отнимают Или руку, там, как-то, понимаете Я себя поймал на этом ощущении Я, конечно, так, ну, как водится Там, ну, там, начал его что-то там Как это, видеть на рассказе, как там говорят Что-то пытаться уговорить его и так далее Вот, кстати, маркер он вернул Но вот это состояние для меня Это было большим уроком Я понял, а че Вот че ты за этот маркер-то Цепляешься там И вот я На следующую неделю Я просто тупо раздавал Раздал большинство вещей Вот в качестве такого Тренинга для самого себя То есть которые для меня Представляли, в общем, там Большую ценность То есть я раздал там Какие-то там Канцелярию Какие-то вещи Там еще что-то Потому что Я понял, что Ну, нельзя привязываться К этим вещам То, что тебе по-настоящему дорого Нельзя к этому привыкать Потому что это В итоге Это будет Гораздо Ну, хуже для тебя Чем Значит Чем вот это Горечь расставания сейчас Да, то есть Вот это Ну, кстати, вот В фильм Помните, в фильм Старенький такой С Мамоновым островом Ну, не сильно старенький Когда вот он там Отшельник Да, и вот Помните эпизод Когда он Этого Батюшку там Настоятеля Воспитывает там Тромовые сапоги По-моему У него там Загаги Откуда это И он начинает Обрезать Крамсать И так далее Это вот про то же На самом деле Поэтому Раз уж мы про христианство Заговорили Да, то есть Это вот Все-таки Христианский принцип Вот Значит Живи сейчас Завтра может не наступить Ну Об этом, конечно Все говорят Вообще Вся психология Про это То есть Психология реальной жизни Она Именно Она про это Она говорит Что там Не застревай в прошлом Не Там Не мечтай о будущем Живи настоящим Вот этот принцип Здесь и сейчас Он Он, конечно Тоже довольно Ну такое Общее место Можно назвать Но там Это Воспринимается Буквально То есть Не то Чтобы там Завтра Может Не наступить Что ты Там Можешь Там Не знаю Умереть Хотя Умереть Ты тоже можешь Это понятно Что там Это гораздо проще Чем здесь Хотя Все под боком Ходят Вот Но вот это Ощущение Жизни Сейчас и здесь Я приведу конкретный пример Чтобы было понятно Меня Очередной раз Перевели В новую камеру Значит Когда я туда зашел Там было Три человека Причем Все эти люди Мягко говоря Непростые Один взяткодатель Второй взяточник Третий Так же как я 159 Ну соответственно Это руководитель Там предприятия Бизнесмен Довольно крутой И так далее То есть это все такие В общем солидные дядьки Но когда я зашел А перед этим Я был в камере С двумя молодыми пацанами Ну прям скажем Там Триклассное образование У нас была там Идеальная чистота У нас там все было хорошо Когда я зашел к ним У меня просто волосы Остатки волос Стали дыбом Да Потому что это был Ну извините за русское слово Абсолютный срач Это было Там Не было извините В камере там Ни телефона Ни холодильника Вообще ничего не было То есть С точки зрения быта Это был абсолютный Какой-то Ну вот я не знаю Ужас Да Когда я начал с ними Рассказывать Я так аккуратненько Ну тюрьма же все-таки Надо вежливо общаться Там нельзя сразу орать И что тут вообще Чертофаники Да Вот Я начал аккуратно выяснять Говорю А вы вот Вы давно здесь вообще Ну выяснилось Что там Кто-то два Кто-то четыре Кто-то уже полгода То есть давно Это не вчера въехал Я говорю А вот как Почему у вас там так Так налажено И все начали В один голос Говорит Да вот Да вот На самом деле У меня сейчас суд Да я здесь Это не воспринимаю Как свой там дом Своё место И вообще Вот меня завтра Должны отпустить Вот Я такой Ну так День-два Поадаптивился Потом я так Мы сели там За кружкой чая И я попытался этим В общем довольно умным Образованным И людям с большим опытом Объяснить Вот эту самую истину Да Которую сейчас я вот Написал Вот здесь В этой презентации Видите на экране Я говорю Ребята Мы не знаем Сколько мы здесь проведем времени Ну вообще Вот в Тюрьме В этой камере И так далее Может быть Каждого из нас Завтра переведут Ну кстати Что и случилось Все сейчас четверо Включая меня Оказались на свободе Но это отдельная история Анекдот Потом я его могу рассказать Не забывайте Вот Мы можем Здесь провести Один день Мы можем здесь провести Неделю Месяц Мы можем здесь провести Еще год Я вряд ли Потому что у меня уже Дело к концу Но вы Со своими делами Довольно сложными Вполне здесь можете Провести год Это год Вашей жизни И если Вы Не воспримите Вот эту Ужасную на самом деле Камеру Вот этот ужасный Там Извините Туалет Если вот Вы не воспримите Вот то Что у вас тут Есть стол Где вы едите Каждый день Там по нескольку раз Как Пространство В котором Вы проведете Какое-то время И как свое пространство Понятно Что вы отрицаете Это все То тогда Вы очень быстро Превратитесь В животных А довести Человека До состояния Животных Это вообще Задача Системы Исполнения Наказаний У СИН Это действительно Так И наша задача Не дать себя Довести до животных Вот какую-то Такую воспитательную беседу Я им провел Но мысль основная Была именно эта Что ребята Живите Живите Примите Сегодняшний Вот этот ужас Который вам кажется ужасом Хотя он не такой уж И сделайте так Чтобы вы Жили в достойных условиях Элементарная гигиена Элементарная чистота Элементарные навыки И возможности Очень скудные Но все-таки Они есть Там приготовление Нормальной пищи Тоже один из рассказиков Кулинарный дзен У меня есть В фейсбуке Там Как раз про это Про то что Как можно готовить Суп на кипятильниках И получать от этого Удовольствие Примерно про это Так Ну я уже так Завершающий Да так Стадия у нас наступает Я поэтому так Немножечко в таком Быстренном темпе Все что тебе нужно В жизни умещается В спортивную сумку Тоже немножко Об этом говорили И Я просто чуть Раскрою эту тему А давайте я Еще вот про этих Четверых Включая меня Арестантов Это короткий такой Почти Анекдот Мы встречаемся С одним из Вот моих бывших соседей Уже на воле У него Он сейчас под залогом Двое других Под домашним арестом Но самое главное Что все мы вчетвером Оказались За пределами Нашей камеры А это вообще Что-то невероятное Даже с точки зрения Теории вероятности Такого не должно было Произойти Потому что Отпускают оттуда Крайне редко А чтобы еще и на стадии Следствия Это вообще что-то Невероятное Должно произойти И он мне говорит Слушай Говорит Дим А ты знаешь Почему нас всех отпустили Я говорю Николаевич Ну Не знаю Ну так вот Как-то видимо Сложилось В течение обстоятельств В общем повезло Он говорит Ну что ты Ты же понимаешь Что это Ну невозможно Было просто так Я говорю Ну да У тебя есть Какое-то описание Говорит Конечно есть Мои друзья В Бурятии Пошли к шаману И он провел Обряд Открывания камеры Вот Ну это конечно Он с юмором Мужик Ну в общем Ну на самом деле В этом есть Определенная мистика Потому что Ну это действительно Ни в какие Реалии Сегодняшней там Тюремной системы Не вписывается Ну случилось Мы будем считать Что это обряд Открывания камеры Вот И что касается Вот этого самого Вот этой самой Спортивной сумки То есть Я это увидел В буквальном смысле слова То есть У меня была Спортивная сумка Где у меня хранились Все вещи Но в праведливости ради Надо сказать Что Дело мое Которое В итоге 216 томов По одному эпизоду Для сравнения У Ходорковского Было 170 томов Дело То есть Я переплюнул Ходорковского По количеству Макулатуры Вот То есть Оно там Занимало Несколько баулов Там какие-то Избранные места Из этого дела Но Вот все вещи Которые мне были Нужны для жизни Они в буквальном смысле слова Вмещались Не в очень Большую Спортивную сумму Я понял Что в принципе Вот ничего Больше не надо Вот понимаете Казалось бы Такая очевидная Простая вещь Вот Ну это так Да Понятно что Конечно Нам надо Ходить в разные места Что-то еще Но по большому счету Пусть это будет Две спортивные сумки Ну точно Не то Невероятное количество Вещей Которые мы обычно Себя окружаем Вот А вот что касается Отвольской Вот вопрос здоровья Да Вот то что Понятно что вот дома Там и ортопедический матрас И кофемашина А вот В тюрьме Всего этого нету Да И как вот Как вы с этим Вообще Справлялись Значит Что касается здоровья Это действительно Очень важный момент Потому что Вот Твое здоровье И в конечном счете Твоя жизнь Сколько ты там проживешь И после тюрьмы Потому что Смертность После тюрьмы Это тоже отдельная тема Она очень большая Это вопрос Твоего персонального выбора И твоей персональной Воли И силы намерения Вот Я лично В первые Где-то полгода Занимался йогой По счастью Я там До этого Три года Этим занимался У меня как бы В голове были Ну потом мне там Начали передавать Всякие там Комплексы Книжки Но это уже То есть я По три часа в день Занимался йогой Слава богу У меня на тот момент Была такая возможность А потом начались Ежедневные там Поездки в суд И так далее И это меня Очень здорово удержало И в физическом плане И в плане Самое главное В психологическом плане Понимаете То есть в принципе Не важно Ну йога Это вообще идеальный вариант Я считаю Это идеальная Идеальная активность Идеальная практика Для тюрьмы Потому что тюрьма Очень похожа на монастырь На самом деле Для йоги тебе надо Ну вот Два квадратных метра Которые Ну в общем Всегда может Не всегда вру Но у меня была Такая возможность В некоторых камерах Такой возможности не было И даже у меня Когда я переезжал Вот Но на тот момент У меня была возможность Я ею пользовался И это здорово Здорово помогло Вот Ребята там Ну кто чем занимается Кто-то делает там Из бутылок Заливая их там Водой Всякие Гири, гантели Вы понимаете Если вот Для любителей фитнеса Если показать Насколько люди Стремятся И что они выдумывают Ради того Чтобы Заниматься вот элементарно Вот этими физическими упражнениями И это вообще Лучшая реклама фитнеса Понимаете Вот Вот то что нам показывают Все эти красивые Там навороченные Хромированные Там эти Тренажеры Штанги Блины Это все фигня Надо показывать То как Пацаны С чем они там Занимаются Как они там качаются Причем многие В общем Хорошо так очень Раскачиваются В этом смысле Вот Это лучшая будет реклама Потому что Когда им говоришь Слушай Ну ты когда доберешься Хотя бы до средненького Тренажерного зала Он говорит Во слушай Ну это будет Вообще фантастика Вот Поэтому Вот в этом смысле Конечно Прогулка Которая там Конечно Не час составляет А реально Минут сорок Полчаса Это обязательное Условие Если человек Перестает Ходить на прогулку Это значит Что это очень Тревожный симптом Это значит Что он скорее всего Находится в состоянии Депрессии Даже если он Это не показывает И в общем Ну Ребята с которыми Если они там Близкие есть Да или там Просто друзья в камере Они просто силой Вытаскивают Иногда на прогулку Потому что Ну элементарно Без свежего воздуха Возможно Ну и самое главное Что человека Иногда просто надо Растрясать Ну Потому что Он Некоторые спят По 20 часов Это тоже Одна из форм Депрессии Он просто Впадает в спячку Буквально В смысле слова Это Тоже часто бывает Поэтому Вопрос На самом деле Очень хороший Он не праздный То же самое В жизни Да То есть Как только Мы начинаем Менять Привычные Ну даже Изменять Своим привычкам Допустим К спорту К регулярным занятиям Это значит Что у нас Что-то Внутри Не так происходит Да Мы начинаем Ну как-то Где-то Подламываться В этом смысле А за что Вас все-таки Взяли Вот Куда не попадать Все воруют И все Как бы Что называется Если коротко Без подробностей Да То В общем Как я говорю Где-то сказал Уже про это Что Знаете Это была Война между Толоконским И Юрченко Да То есть Бывшим губернатором И на тот момент Действующим губернатором Вот И наше дело Оно стало Одним из таких Вот Ходов На этой Шахматной доске Ну а я оказался Чепкой Когда пытались Любить лес Вот если Всем так Коротко И просто Говорить То есть Это В общем Политическое Было дело Очевидно И Как я уже Сказал Там Не было Никаких Доказательств Более того Были доказательства Моей непричастности Алиби Алиби Вот 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 И собственно Тот приговор Который есть Потому что На сегодняшний день Оправдательных приговоров Значит За прошлый год Статистика По оправдательным приговорам Из нескольких тысяч Приговоров У нас 12 приговоров Были оправдательные Из них В апелляционной инстанции Устояло Только два приговора Таким образом Из По моему 15 тысяч Приговоров У нас В области Было только Два оправдательных И подозреваю Что оправдали Людей Которые не сидели В тюрьме Потому что Ну понятно Что да Если Оправдательный приговор Для человека Который посидел В тюрьме Это сразу же Возможность Не просто реабилитации Но и уголовного Преследования Для тех Кто его туда посадил То есть следователи Прокуроров Поддерживших Обвинения И судей Потому что Статью Незаконное Содержание Под стражей По моему Это 299 Статья Уголовного Кодекса Она вообще-то Присутствует В уголовном Кодексе Только она Не применяется Так же Как и 301 Незаконное Уголовное Преследование Она тоже Есть в уголовном Кодексе И санкции Там до 10 лет В том числе Ну ладно Это так Деречислав А вот Чтобы Действительно Отомстить Государству Это реально? Отомстить? Куда-то тебе Отомстили Быстрее Ну вы знаете Вот Меня тоже Иногда спрашивают Вот ты сейчас Там занялся Активно Правозащитной Деятельностью Это что Это вот Месть какая-то Я говорю Да вы знаете У меня Вот я не храню В отношении В отношении Никого Зла Сделана Сделана не зря И потом Знаете Вот еще Одна Ну это Мы заканчиваем В качестве Метафора Я Для себя У меня Вот в первые Дни Нахождения Там В тюрьме У меня Вот родился Такой Образ Да Это вот Такой Маленький Маленький Камушек Да Который Оказывается В В сапоге Да Милицейском Вот он вроде Маленький Он ничего Свои себя Не представляет Но он Шуткой Неудобный Доставляет Массу Неприятностей Понимаете И вот я для себя Решу Что я буду Тем самым Камешком Который Вот в сапоге И который Ну либо надо Уже вытаскивать И выкидывать Да Либо пока он Будет находиться Там Он будет Создавать Массу Неприятностей Для Сапога Ну то есть В моем случае Это была Система Которая Ну Которая Я находился Ага А может быть Такой мотив Что Вот вы Находясь В тюрьме Прошли Такой Она для вас Была мощным Причиной Для мощного Познания И Вы Как человек Вещущий И желающий В этом направлении Как-то Расти И получать Эти уроки И выходить Из них Трансформироваться Переплавляться Находитесь В неосознанном Поиске Подобной Ситуации Где Вам снова Будет Необходимо Переплавиться И вы Неосознанно Идете на этот риск Жажда Вот этих ударов Которые Провоцируют Да Спасибо за вопрос С первой частью Согласен Со второй Не очень Да То есть Конечно Я рассматриваю Этот опыт Как Очень Ну как я вначале Уже сказал Очень полезный Несмотря на Вот все то Что пришлось Пережить Потому что Собственно И сегодняшняя Наша встреча Это тоже Часть Вот процесса Такого Такой интеграции Этого опыта Внутри себя Но опять же Посредственно Такой Определенной Рефлексии Вот Я считаю Что тюрьма Для людей Которые Нацелены И замотивированы На развитие Это Это действительно Это очень Такая хорошая школа Это такая Закалка Мощная Вот Потому что Как опять же Я там Для себя Сказал И кому-то Там об этом Писал тоже Что Как мы узнаем Собственные возможности Собственные границы Если мы не окажемся В такой ситуации Потому что Вот эта приличная жизнь Да В которой мы живем С кофе Кафе Интересными людьми Хорошими фильмами Книгами И музыкой Это все Очень комфортные условия Мы стремимся Их поддерживать И к ним И их создавать И их наращивать Понимаете А как проверить Ну Если попросту говорить Чего ты стоишь На самом деле Если тебя Вот так не взять И не бросить На бетонный пол Там камеры Например Ну Говорить Что экстрим Какой-то Ну Экстрим Это извините Это Такое Просто Как бы Наркотик Без стимуляторов Ну Я имею ввиду Без химических Понимаете Ну Как Вот Ну Мне повезло Я Я прошел Через тюрьму Большинству Не повезло Они не были В тюрьме Понимаете У меня была Возможность Проверить Где-то Вот Чего я стою Я в общем В этом смысле Ну Наверное Благодарен Даже Судье Вот По поводу того Хочу я Там Вернуться Или нет Я не знаю Как сложится Моя жизнь Наверное Я Честно скажу Я не хочу туда И это Я говорю Совершенно искренне Но если Так сложится Что я там Окажусь Для меня Это не будет Каким-то Ну Какой-то Жизненной трагедией Более того Что Если я там Окажусь Я прекрасно понимаю Что с тем Знанием Которое я уже Получил И которое я сейчас Получаю То есть я буду Уже не камнем Не камешком В сапоге А булыжником Который будет Очень сложно Вообще Ну как-то Переваривать им всем Да И вряд ли У них получится Ну и потом Если мы говорим О Я так понимаю Что в подтексте Была моя Какая-то там Вот это Назовемая Правозащитная Деятельность Общественная Да Что я могу Там стать неугодным И меня там Куда-то опять запакуют Я-то Как раз Придержусь Обратной позиции Что Чем Больше И более Открыто Ты этим занимаешься Тем сложнее Им просто взять Меня там Подбросить в пакетик Травы Меня запаковать Ну это конечно Не бронежилет Но Определенная открытость И Публичность В действиях Она Ну не то чтобы Дает защиту Но по крайней мере Не получится уже Просто по-тихому Взять там И запаковать Да Не получится Вот А если Запаковывать Ну опять же Там того же Ну ладно Навального не будем Костаться Пускай Так давайте Я быстренько Довестаю И мы закончим Да уже Тут буквально Таких два Практических Интересных Наблюдения Или три осталось Вот Ну по поводу До цифровой эпохи Да конечно Там есть В тюрьме И Значит И телефоны И смартфоны Вайфай есть Вы знаете У нас Вот Смешно Но у нас Одно время Был вайфай В камере Мы затянули Роутер У нас был Когда эти Сотрудники Обнаружили Роутер Они сказали Ну пацаны Ну вообще Охренели Это я вам Литературную форму Потому что Ну это конечно Наглость была Вообще Но в итоге Он у нас был Ну вот месяца Два у нас был То есть в принципе Эти моменты Они там есть Но понятно Что это не как Да Каждый из нас Он постоянно Что-то достает И так далее То есть это достается На несколько часов Обычно ночных Но не в постоянном режиме Это все Вот И А воруют ноутбуки? Чего? Ноутбуки воруют? Где? В тюрьме Ноутбуков там я не видел Вот Не знаю Вот Значит Я здесь про что хотел сказать Понимаете Я вот Это мне уже чисто интересно было Как определенный феномен Когда Мы на самом деле Не до конца понимаем В какой эпохе мы находимся И чем нам придется За это заплатить Речь идет о Мобильном Интернете Да То есть когда у нас В любой момент Есть возможность Значит Получить необходимый доступ К информации Там Если это надо Вот Таким образом Мы лишились В общем Ряда функций То есть В силу их ненадобности Там Вспоминать Думать Логически Считать И так далее И так далее А любой орган В том числе И мозг При отсутствии Постоянной Какой-то деятельности Он начинает Атрофироваться Вот И в этом смысле Мы Когда Если посмотрим Вот на сегодняшние Там 15-17 летних Подростков То есть наши В моем случае Детей То мы поймем Что это совершенно Другое поколение Но Даже не поколение Это другая цивилизация Которая начинает По-другому думать Вот И В этом смысле Вот Тюрьма По своему контрасту Она дает Вот это понимание Что А мозги-то уже Начинают Точнее Уже стали Такие Не очень Мозги Потому что Ты уже Что-то не помнишь Ты первое время Просто Пытаешься найти Смартфон Чтобы посмотреть Там Не знаю Какую-то информацию На Википедии Или там Окей Гугл И так далее А когда этого нету Ты начинаешь Напрягать память И оказывается Что память При определенных Регулярных усилиях Она Восстанавливает Ну в общем Как и мышцы Свою функцию Вот А потом ты начинаешь Думать Ну ладно Это сейчас Это когда-нибудь Закончится А что произойдет Когда я вернусь Обратно Да И вот Просто скорее Так как открытый вопрос На подумать Да А чем мы платим За то ощущение Там Комфорта Когда мы получаем Доступ к информации Моментальный Практически Не нагружая Свой мозг Да То есть Ну оставим эту тему Открытой На подумать Ее все больше Она как бы занимает Мозги Но мне кажется До конца Опасность этой ситуации Мы не оцениваем Да Потому что Когда офисные работники Стали невыносимо жиреть Да У нас Начала Расцветать Индустрия Фитнеса И всяких Разных там Похудений И прочего Вот Что нужно Для наших мозгов Ну сейчас мы видим Волна там всяких квестов Идет там Да Квизов И прочего Это тоже Своего рода Фитнес Но для мозга Но очевидно Но очевидно Даже не беззаконим Это очевидно Это очевидно А с тотальной С тотальной правовой Беззащитностью То есть Конституция нам Гарантирует Право на защиту Так же как и Международная конвенция О правах человека Но на деле Реальную защиту Получает Очень небольшой Процент Граждан России Которые оказываются За решеткой Абсолютное Большинство Арестантов Вот перед всей Этой государственной Машиной На стороне которой Сила Подавление Беззаконие Незакон Беззаконие Оно фактически Вот всей этой мощью Обрушивается На людей И люди Большинство из них Не в состоянии Конечно Себя защищать Хотя есть единицы Очень талантливых людей Которым это Удается Я таких встречал Вот И поэтому Если ты видишь Всю вот эту ситуацию Ты автоматически Начинаешь людям Просто помогать Объяснять Элементарные Основы Правовой Вот этой самой защиты То есть Что можно Что нужно Как делать Как поступать В этой ситуации Вот И собственно Правозащитником Я же стал Ну в том числе Правозащитником Не когда я вышел Из тюрьмы А в тюрьме Я в тюрьме Настал правозащитником Там я Я все начинал Я просто продолжаю Чем я занимался В тюрьме Занимался И здесь Вот Вот Таким образом Ну и это Продолжение Возможно То есть Очень важно То есть Тюрьма Меня этому Научила То есть Не старайся Не старайся Моментально Получить Выгоду Или оплату Того Что ты делаешь Когда ты помогаешь Вот у нас Слава богу Сейчас как-то Наращивается Вот это Движение Благотворительности Помощи Пробона Вот эти все Услуги И так далее И это на самом деле Очень здорово Это показывает Степень Развития Ну определенная Всяком случае Частью общества Это все хорошо Но это всегда Немножко Каким-то для меня Отдает часто Глянцем Или какой-то Такой приторностью Вот На самом деле Помогать можно Не обязательно Участвую в акции Там в какой-то Такой Это все равно Это реклама Это маркетинг Ну найдите Вокруг себя Того Кому ты можешь Помочь Не обязательно Это какой-то Обездовенный И так далее Вот Я для себя Вот например Нашел эту категорию Потому что я с ней столкнулся И продолжаю Я так понимаю Что у каждого В зависимости от его Там знаний Опыта И душевных предрасположенностей Может оказаться Еще какой-то человек Или там группа людей Которым он может помочь Это очень хорошо Для души Это очищает И развивает душу И в этом смысле Это гораздо Большая награда Чем если вы То же самое Вы делали за деньги На самом деле Вот Такая простая И это не про Какую-то высокую этику Хотя про нее тоже Это вот про Совершенно такие Простые правила жизни У вас готов Уже свод Как бы Изменений В законодательстве Которые Эффективно Было бы Вот с нашим Народцем Как бы Ну Давайте Я не переоцениваю Свои возможности Да В плане Там Подготовки Вот тех самых Изменений Про которые вы говорите Во-первых Ну Для этого Есть профессиональные Юристы И адвокаты Которые Этим занимаются Что-то я понимаю Например Какие-то принципы Я понимаю И поддерживаю Моя задача Как профессионального Там Маркетолога И пиарщика Сделать так Чтобы В процесс В этот Были вовлечены Ну Как можно Больше людей И те люди Которые реально На это могут повлиять Вот В том числе И С донесением Вот этих самых Изменений То есть Я например Могу сказать Что один из тезисов И мне он кажется Довольно интересным По поводу Выборности Судей Ну может быть Не всех Но хотя бы Уровня Там допустим Регионального Судья Там допустим Если бы у нас Например Как это называется Председатель областного Суда Был избирать Моей должностью Вполне возможно У нас немножко По-другому Была бы Эта система Как в некоторых Странах Цивилизованных Это происходит И там судья Избираем Избираемая должность Да То есть Как вот один из элементов Но на самом деле Спасибо вам за вопрос Русь сидящая Даже Ольга Романова Она уже на протяжении Последнего года Может быть полутора Она как раз занимается Программой Реформирования Правда Бухсина Пока еще не судебной системы И там действительно Есть такие документы Которые касаются Реформирования Именно системы Исполнения наказания Я надеюсь Что Ну как минимум Рано или поздно Это будет реализовано Как бы в какой-то части Вот Ну я В комплексно Сейчас прийти Сказать Вот у меня Знаете вам Пакет документов По реформе МВД Следственного комитета Суда И тюрем У меня такого Конечно нет Я готов в этом участвовать Как часть Небольшая Там На своем Участнике Я это Понимаю Прекрасно Ну это я не буду комментировать Это буддистский термин Точнее тезис Который Помогал Так Ну что Спасибо за то Что вы Выслужили Вот эта Система Эти такие Росказни Да Если вот Есть желание У кого-то еще Вопрос задать Давайте я С удовольствием Ну Пару вопросов Наверное У нас не выгодят Еще Ну вот Вы Что идете Против системы Значит Занимаетесь Какой-то Небольшой Там Ну Хотя бы Там Винтик Там Что-то Поменять Полезечку Улучшить Усовершенствовать И Целевая Ваша Аудитория Это в основном Интеллигентная Нейтральная Ну я называю Это думающие Думающие Хорошо Встречал Думающие Давайте Вот я вот такой пример приведу Вот сидят Думающие люди Два думающих человека Значит Пьют чай Думают Разговаривают С Россией Там Оо всем Обсилетно Еще о чем-то Разговаривают И сидит Обычный Средистический человек Ну может быть Один А может быть Двое Он не пьет чая Они не пьют чая Они убивают Алкоголь Вот Тоже разговаривают Россия О чем-то Еще другом Вот После чего Либо самостоятельно Либо после того Что там Что-то происходит Через средства Массоинформации Эти обычные люди Выходят И там Вот только кидают Ну Планер какой-то Или там В человек Какого-то еще А вот эти думающие люди Не просто вот Сидят Думают Значит Разговаривают Ну По сути Вот так извиняюсь Заражение Пукают в лужу И только Расходятся круги Да В чем вопрос Вопрос Значит Вот В результате Результат вот этих Думающих людей Результат вот Обычных людей А про результаты Вы знаете Вот У меня есть ответ И версия своя На этот вопрос Вот Те люди постарше Типа вот Как я Да Еще немножко старше Им легко Вспомнить Те времена Когда Рухнула Империя Которая В общем Нечита нынешней Была Да Это 85 И вот Все что за ним Последовало И вы помните Что там Одним из компонентов Возможно Это был Краеугольный Камень Изменений Было что Было то Что тогда Называлось Гласностью А на самом деле Речь числа о чем О том Что вот Как вы сегодня Сейчас описали Вот эти Думающие люди Сидящие на кухне То что они говорили В том числе И в академовской Кухне В квартирах Да В какой-то момент Об этом стали говорить Вслух Там с трибуна Съезда В газетах Печатать И так далее И когда Я не уверен Что Горбачев Что это им за слухи Нет Я не уверен Это процессы Которые происходят В обществе И которые не зависят Как бы От действия Конкретного человека Даже если это Генеральный секретарь Значит ЦК КПСС Да Каким был Горбачев Когда он пришел К власти Я не думаю Что Горбачев Прогнозировал Вот этот сценарий Что все таким образом Произойдет Просто он выпустил Джина из бутылки И вот одним из этих джинов И может быть главным джином Это была как раз Вот эта гласность Почему на сегодняшний день У нас есть шансы На изменения И довольно хорошие Потому что мы пока еще Не ушли Окончательно на кухню Мы можем Слава Богу Собраться в таком Замечательном месте Как Арт Паб И поговорить О каких-то вещах Которые На самом деле Мы там не увидим Не на экранах телевидения Ну и слава Богу Есть интернет Понимаете То есть Вот эта гласность Точнее Мужество Произносить Слух Правду Можно спорить Каждого Своя правду Но на самом деле Мы все Интуитивно чувствуем Что есть правда Что есть ложь Вот пока мы Будем иметь возможность Произносить Вот эту правду О тюрьме О том что происходит В стране Ну и так далее О том что происходит В этой жизни Вот тогда у нас Есть шанс на то Что мы Все таки Можем изменить ситуацию Это самое мощное оружие Ничего другого Там бутылки Зажигательной смесью Там какие-то Вооруженные Это Ну я считаю Что не в этом Ключ К успеху К этим изменениям А именно в том Что Чем больше людей Будет Почему все так Возбудились По поводу этих Подростков На последнем Витинге 26 марта Потому что Вдруг Столкнулись с тем О чем даже Мы уже не подозревали С эффектом На который не рассчитывал Никто Включая того же Навального Который призвал Выйти на этот Митинг Мы вдруг поняли Что О елки-палки А есть целое Поколение Которое вдруг На которое мы не обращали Внимание Которое вдруг вышло И там заявила О себе Но что произошло Произошло То что Часть правды Которая есть В интернете Почему-то Их затронуло И они там Как-то Ну Не будем спорить Над тем Я бы понятно Про что Я говорю Спасибо Так Ну Давайте Наверное Там уже Мы людям мешаем Праздновать Или там Разрабщаться Поэтому Большое спасибо Вам Надеюсь Что-то полезное С того Что я вам говорил Вам пригодится В жизни Всем удачи И не Пускай Риски Все риски Останутся Только потенциальными Не перейдут в реальную Вашу Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ